Ну чё, революция свершилась, война выиграна, густроить новое государство? Го, пусть все, кто были никем, станут всем. Я создался. Ну а как содержать такие огромные пространства с нашими вялыми суставами? Да чё, вон орлов сколько осталось, сейчас набройлерных куриц меняем и норм. Ну и как это понимать? Свидание у нас, целоваться запрещено что ли? Нет, ну равнение держать не забывайте, когда целуетесь. Ну чё, славно потрудился, можно и отдохнуть. А ты устал? Да не особо. Ну тогда опять за работу, усталость её главное мерило. Решил на трубе поиграть, это можно. Можно, да только отбой играть и получается. А давай в гости друг к другу ходить, нормальная советская традиция. Нормально, приходи ко мне. Конечно нормально, он к тебе придёт, а я за тобой. Помните, слова для кухни рекомендуется употреблять на улице. Да и на кухне лучше не надо, а то соседи услышат и донесут. Вера какая-то нужна, как же без неё? Но мы нищие, вот и будем молиться на гарантию нашей нищеты. Одной цепью сковались, теперь Го к одной цели. Го, красный восход сначала встретим, потом коричневый закат. Блин, коричневый как-то не то. Ну ладно, пускай будет розовый. Вот розовый лучше. Ну чё, снизим цену на такси, да откроем ещё пару таксопарков, чтобы всё как у Болов было. Путёвка сразу на месяц, но в кассу приносить каждый день чётко 52 рубля. Ну чё, поедем? От настроения зависит, захочу поедем, не захочу не поедем и впредь ко мне обращаться шеф. Два счётчика, шеф. О, вот это другой разговор. Я сегодня в ночь, поэтому мне нужен ящик водки. Какие 10 рублей, бутылка 3.62 в магазине? Ну так иди в магазин, который уже закрыт. Ладно, твоё счастье, что душа требует продолжения банкета. Мне бы на Казанский вокзал по-быстрому. Казанский? Далековато, но за пятёрку довезу с ветерком. Провинциал не мамонт, не вымрет. За месяц полтыщи скажите после этого, что военный за 250 престижная профессия. На зарплату забил твоё право, но ты за неё распишись хотя бы. Блин, точно, у меня ж ещё зарплата есть. Эх, сегодня в такси от безысходности идут, потому что другой работы нет. А с этими соревнованиями франшиз у кого дешевле, скоро и на газу таксовать будет невыгодно. Тут сейчас такое месиво начнётся. Вали-ка ты клетви ради твоей же безопасности, охрана тебя сопроводит. А жить на что? У меня денег совсем нет. Тоже мне проблема. Вот 15 тысяч баксов хватит на первое время. Ой, спасибо большое. Я разговор перехватил между Германией и Польшей. В общем, отравление оппозиционера выдумали, чтобы шороху навести перед твоими региональными выборами. Чё, бандюков своих отправляешь для помощи моим бездельникам? Давай сразу танки, уже слышу их барабанищи и гусеницы. Отрублю-ка я интернет, чтобы эти наркоманы не получали инструкции из-за бугра. Чё вам всем надо от меня? За американские выборы чё-то не истерите, а на мои накинулись. Мы переживаем за тебя. Та, есть подозрение, что ты таблетки не пьёшь. Таблетки? Вот эти что ли? Да, их тебе специально прописали от шизофрении. Прими их, так-то всякая фигня перестанет мерещиться. Ну вот молодец. Так, я не понял, вы чё, всё это время ненастоящие были? Так весь мир ненастоящий, я на самом деле один. Вокруг меня океаны, могу свой флот иметь. Хотя зачем он мне защищаться, ведь не от кого. Я тебя слушаю. Да, случилось недоразумение, ты не тот красный, с которым я хотел поговорить. Чё, белый, сдулась твоя бригада? Так о чём поговорить хотел? Сон видел, будто бы ты за 70 лет так и не построил свой заветный коммунизм. Деньги так и не исчезли? Ага, и равны все только на словах. Выходит, нет смысла продолжать эту братоубийственную войну. Может, объединимся и совместными усилями сделаем всем хорошо, а белый? Почему бы нет, красный? Я тебя практически уделал, поэтому моё имя первое в названии. А у кого-то флэшбэки пробегут при виде этой вывески. Вывески ещё поменьше надо сокращённой версии названия, КБ. А КБ ещё можно расшифровать как контриболы. Да, это суперновый танк, АТ-14. Ну-ка мы палим города. Аромата-та-та-та. Ну чё, новый предмет для гордости готов? Запускай теперь компанию. Трепещи, Запад, у нас появился новый танк, которому нет аналогов, и стоит куда дешевле всяких абрамсов, так что скоро он поступит на вооружение. Первый российский танк, который именно российский. Да чё-то больно он дорогой. Но это пока массовое производство наладим, подешевеет. Но фиг знает, куда дешевле советское наследство модернизировать, а этот пускай на парадах красуется. Ну заглох и заглох, чё бубнить-то? Просто танк сильно новый, вот экипаж до конца в управлении не разобрался. Как подхватили-то эту тему ни одного выстрела, а уже столько контуженных. На самом параде надо любой ценой не заглохнуть, вот хохлы расстроятся. А давай скажем, что он в Сирии повоевать успел. С кем? С пулемётчиками на Тойотах? Ты сам в это поверишь? Я нет, а вот пипл хавает. Влепи мою армату в свою популярную игру, пускай хотя бы в ней повоюет. А ты наделай мне игрушек, в таких делах без мерча никак. Эй, Запорожеца, почему у тебя сердце в заднице? Отвали армата, я же не спрошу, и почему у тебя член на лбу. Начну, пожалуй, работу над новым танком, а то этот скоро устареет. Работай, парадные концепты ж надо кому-то делать, чтобы спастись от закрытия. Для армии реально дешевле батины танки модернизировать, а эти чисто патриотизм поднимать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Волжский, а вот у тебя герб тоже какой-то подозрительный. Так он у меня давно утвержден. О, как, получается, заранее готовился. Мурманск, да ты вообще издеваешься. Касимов, Кимры, Курлова, Осташков, как вас раньше не раскусили? Эй, я свой, на меня гнать не надо. Да, походу, кукуха сильно зациклилась на этом раскрасе, везде скрытые акции мерещатся. А ты на другой переключись для разнообразия. Думаешь, поможет? А я-то чем тебе не угодил? Без обид, еврейская автономная область, но ты своим видом тоже какие-то нехорошие ассоциации вызываешь. Тяжко живется, работы нормальные нет, перспектив никаких, а Украина, че лучше, к нам же на заработки ездит. Столько негатива и насмешек за наш автопром, как будто украинский лучше. Ой-ой-ой, тотальная коррупция, наша власть наворованная, дворцы себе строят, на дорогих тачках ездят, космические зарплаты себе рисуют, а вот украинская не такая. Соцсетей даже своих нету, нашими пользуются или западными. Поезда наши видели, даже в плацкарте комфортно, Украина с советскими до сих пор. Часто ли на пьедестале оказываются украинские хоккеисты, а футболисты украинские тоже как-то не очень. На украинскую медицину посмотрите, прежде чем с нашей негодовать, а заодно на проценты по кредитам, на фоне которых наши банки не такие уж и алчные. Космическое агентство Украины, это даже звучит как анекдот, сами не летаете, зато над нашими неудачными запусками угораете. Не надоело со мной себя любимого сравнивать? А че бы не сравнить, если ты реально не лучший? Да, у меня полно недостатков, но ты-то себя сверхдержавой считаешь, вот с таковыми достоинствами и меряйся. Ээээ... В общем, я как следует изучил этот календарь и пришёл к выводу, что конец света будет в 2012-м. Как так-то? У меня Олимпиада в 14-м. Прикинь, сколько баблишка можно попилить, а конец света поможет скрыть всё это дело. А если пронесёт, установлю рекорд по самой дорогой Олимпиаде. Нифига себе сумма, уверены, что потянете такой кредит. Нет, но скоро конец света, поэтому возвращать не придётся. Вот они, суровые челябинские дожди, вроде пронесло, и тут на тебе метеорит. Судя по опозданию, Почта России занималась его доставкой. Долбанный 20-й год, как будто 12-му показывает, как надо конец света вершить. Испытания, испытания, это больше на кару похоже с религиозной точки зрения. Год 2020 подошёл к концу, а значит кошмары позади, пускай в новом году всё будет норм. Извините. Алё? В смысле расшифровывал календарь под текилу? Ну блин, думай, не мне тебе объяснять, что тут без 100 грамм не разберёшь. В общем, я две последние цифры перепутал. Конец света не в 2012-м, а в 2021-м. Отставить новый год! Ладно уж, 31-32 декабря отдыхаем, а 33-го на работу. Дальнейшие праздники не отменяются. 98 декабря, Международный женский день. Короче, надо создавать ведомство, которое позаботится о том, чтобы вы не запутались. Как всё запущено у Беларуси с этими выборами, да и у Киргизии тоже. Не-не, не хочу, как у них. Я кот Дивуар, если что, а не Италия. Видал, как я могу 100% без всяких фальсификаций? Так я фальсификациями не занимаюсь. У меня эти голоса даже не считают, просто от балды проценты рисуют и всё. Не, у меня проценты настоящие, не от балды. Как такое возможно? Вот блин, мой избирательный участок закрыт, не судьба проголосовать. Мне тоже не судьба, мой участок перенесли куда-то, а куда не сказали. Зато мне судьба, сейчас возьму и поставлю галочку. А у нас сегодня акция, поставь галочку за действующий режим и останешься жив. Как говорится, не важно кто как считает, важно кто как голосует. Зато без фальсификаций вполне себе легитимно. Ты говорил про компенсацию за сбитую вертушку? Да, чё, есть предложение? Есть, выставь меня решалой по коробаху и мы в расчёте. А, чтобы кое-кому потом сказать. Видал, как я могу, а сколько длилось перемирие, которое ты курировал? Короче, Армении в войне ты помогать не планируешь. Нет, пускай это будет ответкой за недавнюю революцию. Да и с армией турецкой мне не тягаться. Ну чё, страны, которые на Евровидении всегда мне 12 баллов дают, мириться будем? Конечно, чтоб не назад печали и только не стреляли. А Турция не поприсутствует? Зачем нам Турция, когда я есть? Я тоже против присутствия Турции. Помолчи, не видишь, взрослые разговаривают. Ты ничего не попутал, э? Тут Россия в роли твоей мамки, а я тут сам мне ничего не попутал. Ладно, чё там по бонусам? Районы, которые уже под твоим контролем, ну и Армения добровольно передаст парочку. А мои несостоявшиеся их там нет и становятся официальным миротворческим контингентом. Только потому, что они несостоявшиеся, а то украинский опыт показывает, что тебе на этот счёт не следует доверять. А мне чё по бонусам? Тебе спокойствие и гармония. Война так сильно по твоей экономике ударила, а может и вовсе уничтожить. Стоит оно того? Да что ж такое, не снаружи напасть, так внутри. А ты чё думал, унизил нас и мы спасибо тебе скажем? Да чё вы так бомбите, будто я вам всё это время втирал, что мы в этой войне ведём. Но меня мои бонусы устраивают, чё по твоим? Мои бонусы подождут, мне сейчас надо своих миротворцев в Карабах отправлять. А мне чё не надо? Турция, блин, чё ты торопишься? В смысле торопишься? Мы договорились, что там и твои миротворцы будут, и мои, разве нет? Договорились, но можно было дать мне хотя бы неделю с лаврами решал и походить. Нет. Зашибись. Тебе чё важнее, лавры или бонусы? Бонусы, конечно. Ну так забирай. Чё, прям берём и запускаем? Да, сейчас я у тебя нормально этого газа накуплю. Отлично, а то убытки такие, что повышение цены для своих не спасает. В этом году убытки вообще рекордные. Это типа как прибыль, но только с минусом впереди. Ну да, отрицательная, но прибыль можем премии себе выписать. Азербайджан дал добро на твоё присутствие, по международному праву Карабах его, так что всё норм. А кто тут про международное право заговорил? Слушай, а если отжать отжатой, за это санкции дают? Эээ, не знаю. Так вот за какие бонусы ты меня продал. Израиль Азербайджану помогал, Турция Азербайджану помогал, а мне никто не помогал. На кой я вообще в этом ОДКБ состою? Своей Кока-Колы нет, зато есть привозное производство Азербайджан. Интересно, что будет, если смешать её с армянским коньяком? Надеюсь, не долбанёт? Ну раз по международному праву Карабах твой, тогда и я твоим признаю, надоели эти мясорубки, только развиваться мешают. Да и мне всё равно никакого толку от членства ОДКБ, походу выходить из него буду. Ну так-то милости просим в НАТО, раз Карабах уже не спорная территория. А на твоей госсовместные военные учения. Эй, союзник, это чё ещё за нарды в спину? А чё ты за спиной у союзника с Турцией и Азербайджаном ручкаешься? Ну так они мне санкции помогают обходить. Принимай гуманитарку, нам, братьям по несчастному прошлому, надо держаться вместе. Наколочка прошла, будто ты римский статут ратифицировать собираешься. Ну так это чтобы азербайджанских можно было за военные преступления привлечь. Ну ладно, сделаю ведь, что поверил. Эй, чё за дела, мы ведь уже официально зарыли топор войны. Я-то тут при чём, это внутренние дела Азербайджана, Карабах ведь его территория. Кстати, а к тебе помнится, дофига моих граждан свалило после объявления мобилизации, их там часом не притесняют? Долой действующий власть, только и может позориться. А что сможет новая, развяжет новую мясорубку, которую стопудово выиграет? Прикольно, член НАТО заинтересован в приобретении моего С-400, но тебе как члену НАТО это очень дорого будет стоить. Не, ребят, я не буду присоединяться к санкциям против России, но и тебе не буду помогать их обходить. Как член НАТО я против вашего вступления, надо бы некоторые условия выполнить. Авиации хана, не беда, я специально авиакомпанию создал, чтобы ко мне летать было на чём. А у тебя давай построим завод по производству байрактаров. Посторонись, у меня тут своя спецоперация. Да ладно, вступайте, я не против. А давайте мы вступим в Брикс для разнообразия. Запад, конечно, вообще сам ведёт неправильную политику в отношении России, а теперь плачется, как мы эту зиму переживём. А мне, полагаю, уместно скидку на газ просить? Во какой должна быть новая большая восьмёрка. Турция? Серьёзно? Ну а чё, будет кого туда-сюда исключать за каждый удар в спину и обратно принимать? У России к тебе территориальные претензии появились? Тогда милости прошу под моё крыло. Опять плакат со звёздочками? Хотя, зная тебя, догадываюсь, какое слово под ними замаскировано. Смотри, да угождаешься и тем и другим, в итоге всеми стульями и получишь, на которых усидеться пытаешься. Ну что сказать, мои полномочия на этом всё. Без обид, сменяем из власти, это же признак демократического государства? Да, она тут уже столько раз менялась, что кабул пара в Малиновку переименовать. Запрещённую в РФ организацию пока не признаём законной властью, но всему своё время. Встречаться с ними я, такие вещи говорить я, ты слить меня хочешь? Тебе можно, ты никого не обещал в сортире мочить. К тому же за тобой косяк, аргентинской муки просрал импорт, вот давай афганской налаживай. Я канал федеральный, поэтому мне ничего не будет, если не упомяну, что запрещённая в РФ организация запрещена в РФ. Запрещённая в РФ организация вполне адекватная, и посольство наше под охрану взяли, пока американская в ужасе валит. Ага, такие адекватные, что местные любой ценой свалить хотят. Но не лезьте на фюзеляшки, на американского насмотрелись, или крышу срывают от безысходности. Твоя армия по численности оснащённости превосходила запрещённую в РФ организацию. Ну и какой смысл мне оставаться, если ты себя защищать не хочешь? О, америкосы убегая оружие оставили, чувство веселья только начинается. Крутяк, да, враги Америки победили. Ван Гую обернётся против тебя твоя неприкрытая симпатия. Чья бы мычала, напомни, кто ПЗРК поставлял, которыми батины самолёты сбивались. Так я уже поплатился, а тебе только предстоит. Ого, какая большая посылка, это из Афганистана? Ага, жених приехал. Опасность возвращения на родину не доказана, поэтому выдворить. Так запрещённая в РФ организация захватила власть. Вот именно, по телеку сказали, что они адекватные. Эх, если бы я не воровал выделенное бабло, у меня боеспособная армия была бы не только на бумаге. Хранится нам о полной пи-снес! Не ссы, союзников по УДКБ не бросаем. Надеюсь, Армения нас не слышит. Надо срочно сопирать соседание по поводу Афганистана. Без меня я по сложившейся традиции через два года развалиться должен. За всю историю никто и никогда не сумел завоевать Афганистан. А сам Афганистан может мир завоевать? Теоретически это возможно, если помимо автоматов и гранатомётов, чего посерьёзней будет. Ох, я надеюсь, в будущем такой оплошности не случится. Америкосы такие щедрые, на 85 миллиардов оружия и техники нам оставили. Слушай, а чё такое уже тю-тю-тю-тю? Это вертолёт. Понятно, музыку на улице тоже надо запретить, задолбали со своими колонками. Запрещенная в РФ организация такие молодцы, коррупции у себя победили. Ты такие вещи не говори, не хватало, чтобы холопы услышали. Но так надо лояльней быть, чтобы нам часть американской техники за бесценок перепала. Перепадёт, когда поймут, что всё это груда металлолома без должного обслуживания. Тур в Афганистан за 350 косарей дороже, чем Мальдивы, а значит максимально ништяковым должен быть. Очевидно, что у Таджикистана нет шансов, имея на вооружении бати на наследство. Поэтому готовимся к притоку гостей. Я уже начал вешать указатели на таджикском и узбекском. По крайней мере, это выведет нашу демографию в плюс. А на туркменском не надо? Не надо, зато Кменистан я спокоен. Очки нацепил, чё, крутой, да? Я с ним пару видосов видел, он реально крутой, всё умеет. Чё за бред, всё никто не умеет. А вот он умеет, на него лучше не лезть. Не, я Крым Российским не считаю и никогда не буду считать. Да и суету в Чёрном море совместными усилиями навести охота. Полегче, а то у России от тебя нервы не к чёрту последнее время. Мне Афганистан тоже не дался, поэтому вывожу войска, может ты попробуешь? Попробуй, а ты держись тут, говорят, плохая примета войска из Афганистана выводить. Чё, как насчёт конкретного военного сотрудничества? Два государства, одна армия, кое-кому психологический удар гарантирован. Кстати, этот кто-то грозился Таджикистану оружие на халяву дать. Ну как на халяву, за счёт халупов. Но фига намасная, твой пиф-паф не помог Армении против турецкого беспилотника нама. Так я ещё у тебя забабахаю завод по производству этих беспилотников. О, тогда его психике точно хана. Слушай, два государства, одна армия как-то не звучит, не находишь. А чё, есть другие варианты? Есть. Я Крым Российским не считаю, никогда не буду считать, потому что он мой. Без обид, да, я ведь отжатое отжимаю, а Россия его тебе всё равно не отдаст. Получается, от меня ты никак не пострадал. А всё-таки хорошо, когда твоё государство не дружит с Западом, неугодным стало, убежище у тебя в кармане. Этот сбежал, тот сбежал, выражайтесь правильно, не сбежал и эвакуировался. Блин, завидуя этим неугодным, новая жизнь, пособие и жильё нормальное не проблема. Выходи уже, а ты своё отсидел. Не хочу, мне здесь хорошо, это точно тюрьма. Самому что ли в диссиденты заделаться? Чем не лайфхак? Ты ничего не перепутал? Обычно бабло дают, чтобы замять дело, а тут возбудить? Не, именно возбудите, желательно по политической статье, сделай меня врагом народа. Да нет проблем. А чё, в смысле? Ну ты хотел дело, вот и получи задачу взятки. Так это не то преступление, с которым на Западе убежище дают. Вот и славно, считай себя участником программы «Возвращение соотечественников». Я чё думаю, вали-ка ты отсюда, хочу одна побыть. Куда? На улицу, там сейчас темно и холодно. Твои проблемы, об этом в первую очередь надо думать, когда к кому-то идёшь. Ну а чё, нормальный такой квест, как говорится, импровизируй, адаптируйся, преодолевай. Алё, 112, тут больницу с магазином заминировали, давайте чё-то делать, пока беды не случилось. Что и требовалось ожидать, пришёл, проверил, в больнице всё чисто. А мне даже проверять не пришлось, по указанному адресу нет никакого магазина. Опять цепсу хулиганит. Да не звонил местный, причём со своего номера. О, ну так айда принимать. Ой, молодцы какие, быстро нашли, быстро повязали, спасибо, ребят. Ты дебил или да, провернул это ради того, чтобы тебе было где переночевать? А если бы просто попросил, чё пустили бы? Может и пустили, а теперь жди долгосрочный абонемент в полузвёздочный хостел. Хотя ты ж дебил, так что считай это бонусом. Хотели прорыв? Получите в виде прозрачных солнечных батарей. Всё благодаря напылению, которое пропускает видимый свет и инфракрасный преобразует в электроэнергию. Так, производство удешевили, теперь бы надо немного обезопасить. Мне нужен растворитель наименее токсичный, а у тебя такое имеется, продай, малёха. Что тут у нас, контрабанда наркотиков? Да я в душе не знал, что этот растворитель психотропный. А если психотропный, то почему таможня допустила ввоз на твою территорию? Потому что... потому что потому. Без цели сбыта, так что три года условно. Я так-то 11 просил, почему отбросили обвинение в контрабанде? Наверное, потому что я декларацию таможенную заполнял на этот несчастный растворитель. Да пофигу, моя работа сажать, поэтому буду обжаловать приговор. Ну а я не буду, лучше на науку время потрачу. Выходит, пока таря твоей разработки батареи может встать любое окно? В общем-то да. Фалика, ты ко мне, я тебе все условия для работы со стам. Я небоскрёбы люблю, а твоё изобретение в них будет очень кстати. Что ж, думаю, сработаемся. Утечка мозгов, утечка мозгов, чего истерить, если я сам же их и убиваю? Заложенные предвыборные обещания? Ну да, сам ведь говорил, что на их выполнении деньги есть. Так я реально думал, что они есть, да и было это давно. Вот именно, обещанного три года ждут, так что срок ожидания истёк. Я чё-то не понял, возвращение прямых выборов мэра было в твоей предвыборной программе, а сейчас проголосовал против. Ну а тебе метрофик знает сколько лет обещали построить, думал ты привык? Уголовка за невыполненные предвыборные обещания? А ведь кто-то и на пожизненное может наобещать. Но если каждые выборы обещать одно и то же, то это будет смягчающее обстоятельство. Выборы уже прошли, хорошую позицию из себя курчить. Ладно, ладно, только не надо мне как КПРФ культуру отмена устраивать. К тому же это такое растяжимое понятие, что его можно произвольно правоприменить. Но так закон об иноагентах у нас произвольные права применяется? Допустим, поддержали, как будет выкручиваться наш великий отменятель пенсионной реформы? Так у меня отмазка железная в виде неимения большинства в думе. Ну да, с такой отмазкой можно чего угодно обещать из области фантастики. Народ, такое дело, на нас в общем напали, но напали без объявления войны, поэтому вводим режим обязательной самообороны. Денег, как известно, нет, так что оружие с экипировкой мутите себе сами. Вам всего доброго и хорошего настроения. Бегом на фронт, родина сама себя не защитит. Но ведь мобилизация не была объявлена. Не была, но на фронт надо, иначе штраф будет за нарушение режима самообороны. А где я оружие возьму? У нас легальное, только табельным бывает. Ну чё вы как маленькие, брат 2 что ли, не смотрели? Так я щас наснимаю видео уроков. Без каски, без автомата не выходить. Смотрите, не говорите потом, мы не знали. Ну да, ну да, у меня ведь автомат в любом хлебном ларьке продаётся. Ого, как спрос на спички вырос. Походу, брат 2 все смотрели. Тут я смотрю видео уроки мои нафиг, никому не нужны. Не судьба в этот раз трафика набить. Режим самообороны введён, а ты на шашлыки намылился? Дуй на фронт, пока штраф не влепили. Не переживай, там тебе столько этих шашлыков будет. Ну хоть маршрутку выделили, и то хорошо. Главный вроде просил перевозчиков не поднимать цену на проезд хотя бы до фронта. Ничего, с печенедами половцами справились, теперь с... А с кем нам справляться щас предстоит? Не знаю, кому мы вообще нужны, чтобы на нас нападать. Вот дела, обычно мне деньги несут, чтобы откосить от армии, а ты принёс, чтобы забрали. Мне белый билет не канает, хочу нормально отслужить. Но как служба прошла, многому научился? Многому, кантиком снег укладывать, лося заряжать, крокодила сушить, ну и прочим армейским развлечением. Короче, если завтра война, то командирам моим не поздоровится, я их ненавижу больше, чем всё НАТО вместе взятое. На гражданке тухляк работы нормальной нету, так что давай меня на контракт. Поздравляю с началом новой духанки, спрос у тебя будет больше, чем на срочке. Буду стараться, чтобы не было нареканий. А смысл, от этого твоя зарплата выше не станет. Смысла стараться вообще нет, можешь просто дать на лапу, и я поставлю тебе зачёт по физу. А со стрельбой так прокатит? Прокатит с чем угодно. К нам направляется проверка, нужно сделать вид, что у нас всё норм. Но у нас же нифига не норм. Поэтому и надо делать вид, и бы наш главный приоритет это не расстроить начальство. Но чё, коперы готовы для закрытия глаз моих на недостатки? Всегда готовы, ты ж только за ними к нам и навидываешься. Вот и славно, а я доложу, что тут всё норм, и наверху будут искренне в это верить. А зачем, собственно, мобилизация? У нас же вроде супер-пупер-могучая армия. Где она? Чё-то подобное уже видели у Афганистана? Я деньги на армию дал? Дал. Где армия? На бумаге. А где фильм ДМБ? Чё-то не могу найти. Отделом ошибся, здесь комедия, ДМБ давно переквалифицировали в документальный. Да что ж такое, ещё один заражённый. И не говори, как не вовремя проблемы с поставками дезинфицирующих средств возникли. В период пандемии вывозить дезинфицирующие средства запрещено, так что это уже контрабанда получается. Но Казахстан, будущее мира, ему нужнее. Как-то не очень убедительно. Вот молодец Туркменистан запретил у себя распространение вируса и не знает проблем. Кстати, а ты ведь с заражённым в одном подъезде живёшь? Ну да, а что? Я не понял, ты дверь что ли заварил? Нет, только щеколду приварил, так что смогу тебя выпустить, когда посчитаю нужным. Безобидно изолироваться надо. Тебе не кажется, что это не очень гуманный способ изоляции? Тут, пожалуй, соглашусь, реально перебор. Окошко для передачек? Ну спасибо, блин, прямо как в тюрьме. Пожалуйста, всё, чтобы чувствовать себя как дома. Плюс ты и так дома, так что как дома будешь чувствовать себя вдвойне. Ну чё, новый месяц на подходе, надо бы за аренду жилья заплатить. У меня сейчас нет возможности, карантин все без работы сидят. И чё мне теперь сдавать свою хату бесплатно? Да нет же, заявка на получение соцвыплаты подана, как только деньги получу, сразу же оплачу. Короче, фиги, я их дождусь, собирай комонатки да сваливай. И кому ты эту хату сдашь, потом денег ведь нет ни у кого. Разберусь, я пока к участковому, чтобы выселить помог. Такая вот фигня, срок оплаты подошёл, а не платит, выселять надо. Работы нет из-за карантина, возможности платить тоже. Да уж, тут квартиран с реальной проблемой, а не какой-то маргинал. И на улицу вышвыривать жалко, там непременно встрянет за нарушение карантина. Но я сегодня зарплату получил, так что держи. Это чё это? Оплата за новый месяц, чё б не помочь, если есть возможность? Эээ, ты понимаешь, что о твоём поступке будет потом пестрить весь казахский интернет? Да как-то не задумывался. Будет-будет, я позабочусь об этом. Нормально, ты значит Д'Артаньяном прословишь, а я кем? Но не знаю, какие там к Д'Артаньяну антонимы есть. В общем, я как следует изучил этот календарь и пришёл к выводу, что конец света будет в 2012-м. Как так-то? У меня Олимпиада в 14-м. Прикинь, сколько баблишка можно попилить, а конец света поможет скрыть всё это дело. А если пронесёт, установлю рекорд по самой дорогой Олимпиаде. Нифига себе сумма, уверена, что потянете такой кредит. Нет, но скоро конец света, поэтому возвращать не придётся. Вот они, суровые челябинские дожди, вроде пронесло, и тут на тебе метеорит. Судя по опозданию, Почта России занималась его доставкой. Долбанный 20-й год, как будто 12-му показывает, как надо конец света вершить. Испытания, испытания, это больше на кару похоже с религиозной точки зрения. Год 2020 подошёл к концу, а значит кошмары позади, пускай в новом году всё будет норм. Извините. Алё? В смысле расшифровывал календарь под текилу? Ну блин, думай, не мне тебе объяснять, что тут без 100 грамм не разберёшь. В общем, я две последние цифры перепутал. Конец света не в 2012-м, а в 2021-м. Отставить новый год! Ладно уж, 31-32 декабря отдыхаем, а 33-го на работу. Дальнейшие праздники не отменяются. 98 декабря, Международный женский день. Короче, надо создавать ведомство, которое позаботится о том, чтобы вы не запутались. Короче, я решил, я буду выдвигаться на третий срок. Но ведь конституция не позволяет выдвигаться больше, чем на два срока. И про подряд там ничего не сказано. Ну на первый срок меня парламент избрал, а не народ, так что не считается. Ах вот как, ну жди бунт. Бурон дизотел диктатуру и подавил бунт несогласных, мы должны это осудить. Я блокирую резолюцию, не вижу ничего плохого в желании править вечно. Я тоже ничего плохого в этом не вижу, да и вообще не знал, что есть такая стана. Надо менять эту долбанную конституцию, продлим-ка полномочия до семи лет. А там мы вовсе вечными сделаем. Верховный вождь патриотизма звучит? Де-факто я всё равно главный, как тебе такое, Казахстан? Ой-ой-ой, чё-то сердце ёкнуло, не знал, что оно у меня есть. Предатель, я вон тебя поддержал, а ты вот так взял и слился. Капец, блин, подарил надежду моим холопам, именно когда я у себя конституцию меняю. Привет, я Камуры, какая-то банановая республика между Африкой и Мадагаскаром. По индексу развития я в лидирующих с конца позициях. Из природных ресурсов на экспорт у меня ваниль и бананы. Ну и рыба ещё. Не только на сырье экономика моя держится, но и на лёгкой промышленности. Корзины и спальм там у пример. А вот основной продукт питания рис полностью импортный. Своя регулярная армия есть в численности аж 500 бойцов. Целых 5% населения в интернете сидят, так что технологическое отставание мне не припишешь. А ты ничего, давай заключим договор о неразмещении оружия в космосе. Ты чё-то со мной задумал или чисто на потеху западу? Да нет, ну пускай будет на всякий случай. Но если есть опасения, что я могу это сделать, то давай заключим, самооценка лишней не будет. Чем на этот раз огорчишь меня, Росстат? Бедностью, нищебродов с каждым подсчётом всё больше. Кроме нищебродов считать больше некого, они у любых развитых стран есть. Да, но не у всех работающие живут как нищеброды. Блин, только хотел сказать, пусть работать идут. Ну а я причём, у тех, кто работает, эксплуататоры есть, которые определяют им зарплату. Эксплуататоры? Ну да, мы же приняли тот капитализм, который привыкли видеть на батиных плакатах. Крутая у тебя тачка, начальник. Крутая, а будешь хорошо работать, я себе ещё круче куплю. Вот чё для борьбы с бедностью подойдёт. Ложки всякие пускай по вселенной камешки собирают, а мы на Алиэкспресс можем купить. Эта перчатка не лучший вариант. Ну почему же, один щелчок от численность сократится в два раза. Да, но она не разделяет бедных и богатых. А вот это плохо. Блин, с какого перепуга работающие бедные, сказано же. Минимальную запись с прожиточным минимумом сравнять, а моя запись до него не дотягивает. Но кто сказал, к тому и иди, не нравится, вали. То есть рублём ты меня удерживать не собираешься? Зачем? Тебя вполне удержит твоя безальтернативность. А ещё говорят, рыба с головы гниёт. Поменьшить число нищебродов, нарисовав меньше прожиточный минимум, гениально. Я думаю, прожиточный минимум вообще не учитывать для определения бедности. Тогда число и вовсе сведётся к нулю. О, а нарисуй побольше молодёжный возраст. А это идея, тогда молодёжи в статистике станет больше. На западе видали, какие налоги бешеные, у нас ещё по-божески дерут. Вот только на западе ещё есть понятие «необлагаемый минимум». Ага, чтобы нищебродов не обдирать. Необлагаемый минимум. Да чё, давайте реально освободим нищуков от налогов. Спите спокойно, у кого зарплата меньше 25 тысяч. Блин, и фиг теперь пополнишь казну, когда население из нищебродов состоит. Алё, кто там кричал, что у нас средняя зарплата 36 тысяч и уровень бедности снизился? Конечно снизился, на фоне рекордной смертности, но снизился же. После пенсионной реформы народ массово на серую зарплату перешёл, а после необлагаемого минимума обеспеченные начали нищебродами прикидываться. Эх, как посмотришь в эту декларацию, так грустно становится. Какой же я, оказывается, бедный? Чё, тоже 25 тысяч зарплата? Ага, только не указано чего и в какую единицу времени. Не, ребят, нашему народу пряники противопоказаны. Как говорилось в одном фильме, ты вспомни афганцев. Пускай ветераны Афганистана сами себя обеспечивают. Все необходимые льготы для этого предоставлю. Эй, коммерсы, го с нами дружи. Через нас много чего можно из-за бугра вести и пошлинами не обложиться. Ну как вам, нормально живётся в моей стабильности? Нормально не то слово. Как вспомню пустые полки при бате, так не по себе. А сейчас продуктов хоть отбавляю, ещё и Крым наш. Стоп, снято. Да в гробу я видал такую стабильность. Раньше айфоны были предметами зависти, а теперь еда. Блин, это не ФСОшник. А чё бомбишь, дефицита нету, продуктов полно. Полно, только дорого, денег нет, чтобы их купить. А зачем ты в магазин ходишь, если денег нет? И блин, разве я виноват в этих ценах? Вообще-то да. Спасибо за эмбарго, конкурентов нету, теперь можем какие угодно цены устанавливать, экономия на качестве. Что поделать, наш народ и рынок несовместимы, ты ещё ограничения коронавирусные при плети. При плету. А мне нормально, вон сколько на свалке огурцов лежит, которые не смогли реализовать из-за ограничений. Так реализовали бы на своём рынке. Но уж нет, иначе цена упадёт. Ладно, сделаю вид, что озабочен ценами на продукты, которые сам не употребляю. Ай-яй-яй, цены такие нехорошие, а ну перестаньте взлетать. Ну, пока разродимся, взлетайте, потом героически заморозим. В итоге, как было дурого, так и будет. Просрочку ещё не выносили, значит, первый буду. Стрёмно, конечно, но попробуй проживи на пенсию. А чего жалуешься, за что голосовал, то и получи, зато Крым наш. О, опять пришёл за фотками для своего рационализационного паблика. Ага, превосходства хочется, а кроме алкашей, рёщихся в помойке пенсионеров, больше не с кем себя любимого сравнить. У рядовых торгашек впади такая же беда, раз только в мусорке и дают вам эту просрочку собирать. Штраф за просрочку? Так она не продаётся, а раздаётся бесплатно. Не волнуй, по закону просрочку вообще нельзя передавать, даже бесплатно, только уничтожение. Да ладно, из мусорки-то брать никто не запрещает, а если кто отравится, ты виноват не будешь. Смотри, какой заботливый, а то, что в других магазинах у продуктов срок годности по несколько раз продлевается, так это в порядке вещей. Чёртов дед, вроде пожелал долго жить, а на самом деле проклил, чтобы я дожил до пенсии и тоже рылся в этих баках. Пойди, смотри, сейчас на меня с того света и угорает. С 14-го года мы накопительную пенсию всё замораживаем, замораживаем, заморозим ещё до 23-го. И так до бесконечности, скажи прямо, что нам пенсия вообще не светит, да и всё. Ага, чтобы вам потом смысла не было за белую зарплату работать. Он и так пропал после повышения пенсионного возраста. Ну так забудьте о вас, лучший деревянный макинтур, чем контейнеры с просрочкой. Не, меня устраивает, что государство мне ничего не должно, при условии, что я ему ничего не должен. Вот и копите сами себе на старость. Но отчисления, которые пойдут на мои хотелки, всё равно делайте. Кто-то говорил, мол, откладывайте треть с каждой ЗП в течение 20 лет, и вот вам пенсия. Ладно, сделаю вид, что у меня столько остаётся после оплаты коммуналки и покупки продуктов. Копите, копите, фиг бы я заморачивался, если бы знал, что буханка хлеба к тому времени 500 рублей будет стоить. Да ладно, контейнеры с просрочкой никто не отменял, а вот где взять денег на уплату штрафа за то, что до пенсии дожил? А чё, нормальная тема эти ваши дискаунтеры? Наценки мизерные за счёт того, что магазин больше на склад похож. Ну и прямое сотрудничество с производителями ноунеймами. Качество не ахти, конечно, но лучше, чем ничего. Ну да, холопам выбирать не приходится при их нынешнем положении. Блин, так смешно джипы наблюдать на парковке такого магазина. Ох ё, это же бьёт по авторитету режима. Не-не, я не могу у себя такое позорище допустить. Так, больше четырёх рыл в очереди к такому магазину не собираться, иначе арестуем или вычеркнем из списка ожидания. Скажите спасибо, что не Кокош Хабада. Вообще к такому магазину не подходить, нефиг картину портить. Нет никакого кризиса, ни экономического, ни продовольственного, понятно? И пандемии тоже, потому что я так сказал. Кто последний за портретами и книгами вождя нашего? Да какая разница, их всё равно хватит на всех. Вот такие очереди мне по душе, и сразу видна всенародная любовь. А еда вообще вредна для здоровья. Армения вполне нормальный вариант, чтобы дурдом происходящий переждать. Много чего не заблокировано, импорт в порядке, а карту в армянском банке сделать сложно, да возможно. Азербайджан и Армения снова стреляются в эскалации конфликта, стороны обвиняют друг друга. Да вы, блин, издеваетесь! Напали на члена ОДКБ, мы обязаны заступиться, так что Украина однозначно в сторону. Ага, наше бегство это големы фейк, мы по уважительной причине позиции оставляем. Тут уже конкретно по мне фигачат они по Карабаху, не забыл про четвёртую статью договора? А, да, я отправлю соответствующую миссию для оценки ситуации. Ох ты, ещё на одного члена ОДКБ напали. Зашибись, один член ОДКБ напал на другого члена ОДКБ, из-за кого тут заступаться? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Туркменистанушка, пусти дурдом переждать, ты походу единственный самый нормальный для этого вариант. Ещё и Швейцарию по нейтралитету превзошёл. А не пробовал просто дома сидеть вместо того, чтобы скитаться? Казахи, к нам направляется огромное количество россиян, бегущих от мобилизации. Нужно не ударить грязь лицом и лишний раз доказать свою сверхразумность, поэтому вводится красный уровень гостеприимства. Пошевеливаемся, они уже на подходе. Да-да, мобильная чайхана уже в пути, бутербродное подкрепление тоже. Большинство у нас впервые, надо как следует познакомить с нашей кухней. В чём по-двух? Я ожидал плакаты с надписью «Валите домой», а тут вон как. В чём по-двух? Ситуация выгодная для барыгаться, она на пирожке приемлемая. Выгодно, а ты перекантоваться даёшь бесплатно, в чём по-двух? А меня даже за деньги не заселили, потому что паспорт российские русофобы проклятые. Но у тебя паспорт выдан крымским отделением, а мы не считаем Крым российским. Кстати, а чей Крым? Крымчан? Ребят, прекращайте, или до вас реально не дошло, что своё я вне политики, давно пора засунуть куда поглубже. А угадай с одного раза, я щас где? Подсказка, ответ в рифму. Всё наплывают и наплывают, а наше гостеприимство не безграничное. Ладно, если бы на них напали, тогда другой разговор. Они бегут от мобилизации, значит хоть какая-то капля мозга есть. Ну а мы поделимся с ними своим сверхразумом и отправим домой новое общество строить. Ё-моё, население всё убывает и убывает, хоть белорусам паспорта раздавай. С другой стороны, меньше претендентов на пенсии и пособия, как вам такое новые отцы-основатели? Короче, приказываю остановить вымирание на моей территории, за три года нужно выйти на положительную динамику. Понял, твоя деятельность на территории России запрещена. Или это как-то по-другому должно выглядеть? Они знают, и с ценами на продукты также общался. Мотивация простая, умрёшь, будешь платить штраф. Кстати, надо родственникам квитанции разослать. Зачем? Государство рай зарезервировало, туда и отправляйте. Повышения пенсионного возраста не будет, обязательной вакцинации не будет, и с этой фигнёй всё будет с точностью наоборот. Так чё получается, ни в какой рай мы на самом деле не попадём? Чёртовы либеры спят и видят, как бы западу родину за доллары продать. Вот я не такой, я востоку за юани. Всё, территория свободна, заселяй на здоровье. Так чё, скидку сделаешь, а я к тым признаю твоим. Не наглей, Крым это всё, что у меня осталось. И мой тебе совет, не пытайся Кавказ танками удержать. Замкнутый круг, блин, жить дорого, умирать дорого, подозрительно резко гробы подорожали. Заговор не иначе. Для снижения смертности надо поднять цены на ритуальные услуги. А, чтобы как с лекарствами было. Секрет моего здоровья просто, иду в аптеку, смотрю на ценники и болеть отпадает желание. Ничего, что материал, из которого всё это делается, тоже дорожает. Шаурмичным это скажи. Чё-то подозрительно, мясо дорожает, овощи дорожают, а шаурма стабильно держится. Ну да, спрос на фоне рекордной смертности вырос, похороны на потом не отложить, можно и понаглеть. Это рынок, хочешь дешевле, покрышки в помощь. Нет уж, мы будем просрочку собирать, но выживем, чтобы не дать вам наживаться на чужом горе. А давайте параллельно с пенсионными отчислениями сделаем утилизационный сбор, тогда можно будет не париться на какие шиши хорониться. Ну вот, зелье подбросил в вино, и больше никакие гробы не нужны. Блин, а главное-то я забыл сказать, что у души своя судьба. Нормальный такой обелиск из чистейшего бетона, всё как я люблю. К манной каше две сосиски добавил, вот тебе и кулинарный шедевр, это не в душике их крошить. Нет, такой потолок не канает, ниже надо. Хорошие диски, а есть такие же, но к жигулям. На блузке страс по максимуму должно быть. Фигня переделывай, вход узким должен быть. Сразу после выпуска очередной сериал про бандитов, ибо другие у вас не в фаворе. Для какой цели берёте кредит? Да просто так. Песни только в твоём стиле, Магадан, они такие душевные. Огурцы, огурцы, бананом тоже нормально закусывать. Так хорошо газон растёт, значит и грядка на нём хорошая будет. Какая цель приезда ко мне? Понятно какая, наши Наташи. Серьёзно, ко мне за своими же Наташами, а на родине не судьба? Да на родине ломки, а не чё-то. Эй, Суматра, я сегодня на дискач иду, а без гроба танцевать не то, примешь заказ? Да, конечно, такой гроб сделаю, что всё тёлки твои будут. Посторонись, пикэпер, у тебя нет шансов против золотого гроба. Год 2020, кому упадок в бизнесе, а кому подъём, как говорил один чернобыльский. Эх, гробы подорожают. Что поделать, деньги просто так с неба не падают. Я что-то не то сказал? Видал, какой метеорит на мой дом упал, крышу продырявил, зараза. А выложи его на ebay, может покупатель найдётся. Думаешь? Да, на западе хватает тех, для кого такие вещи могут представлять ценность. Четыре с лишним лярда лет действительно ценный экземпляр. Углеродистый хандрит, если интересно. Стоит небось как золото. Нет, конечно, золото дешевле в 20 раз. Короче, покупаю. Иди впахивай за копейки, нефиг маны небесные ждать. Маны с неба не бывает, а деньги, оказывается, бывают. Может и мне так повезёт? Судя по баблу, которая с Уматри перепала, ожидание того стоит. Отныне в соцсетях запрещен мат, ЦП и призывы к суициду. Хотя ЦП с призывами и так под запретом, но видимость работы надо создать. Да-да, соболезную, что, к слову, выборы нету другой рифмы. Ой, да одно только напоминание о том, где я живу, к суициду склоняет. А вот мат сейчас уже реально на святое постигнул. Да вообще, в свете последних событий только матюкации приходится, остаётся одно. Нарушать запрет массово и демонстративно? Именно, пускай Роскомнадзор от души намониторится, к тому же чистить соцсети от мата обязали админов, а не пользователей. После введения запрета ненормативной лексики только больше стало. А самое забавное то, что её строчили в основном под новостями на эту тему. Ничего, пускай граждане пар выпустят, им полезно в свете последних событий. А там, глядишь, и до блокировки интернета дойдёт, раз уж соцсети не справляются. Вор должен сидеть в тюрьме, будешь знать, как продукты из магазина тырить. Извиняйте, в хлебном отделе не лежат миллиарды, чтобы на условку или оправдание рассчитывать. Самому не стрёмно, что у тебя мелочные от звонка до звонка сидят, а кто-то лет по-крупному на свободе гуляет? Вообще стрёмно, с этим надо чё-то делать. У нас не будет проблем с коррупцией, если мы коррупцию перестанем считать преступлением. Шучу, не перестанем, но от ответственности освободим, если коррупционные нарушения совершены по вынужденным обстоятельствам. Обстоятельства получения взятки были вынужденными. Ага, сумма слишком солидная была. Понимаю, шансов отказаться не было, оправдан. Жалко стало подследственного, тюрьма же ломает судьбу, а где видано, чтобы дела бесплатно закрывались? Оправдан. Тачка такая шикарная, что любого вынудит ради себя на коррупционное нарушение пойти. Оправдан. Ну а если бы я бабло не пилил, его бы натовские попилили. Оправдан. А я продукты тырил, чтобы с голоду не умереть, это вынужденное обстоятельство. Вынужденное, но закон не распространяется на холопов. Да я офигел, и чё вы мне сделаете? Детская порнография на ютубе? Ага, какие ещё нужны аргументы для его блокировки? Слушай, а как ты на неё наткнулся, целенаправленно что ли искал? Задолбали со своим ютубом, других что ли площадок нету, к которым можно придраться? Давненько я порнхабу внимания не уделял. Надо короче некоторые видосы проверить на предмет оскорбления чувств верующих, ссылки прилагаются. О, трудоёмкая проверка предстоит, надо вазика в госзакупке дописать. Чё-то маловато оснований для предъявы, нужен фул, чтобы как следует оскорбиться. Вот только доступ к нему проблематично получить. Так это наоборот хорошо. Виза и Мастеркард запретили оплату на Порнхабе? Ага, с ним дружить надо, мы проверками его гномим. Блин, а ведь это реально мой шанс. Добавить возможность оплаты картой мир? Ну а чё, враги наших врагов наши друзья, почему бы не объединиться? Нехило поднимется твоя платёжная система после такого объединения. Конечно, с твоей-то мировой аудиторией. Только давай авторизацию для проверки возраста через госуслуги, а то во ВКонтакте его подделать можно. Чё вы заладили со своим отравлением? Если бы этого пациента хотели грохнуть, грохнули бы. Если бы хотели. Чё за времена пошли, одни предатели кругом. Не-не, мы всё хорошо планировали, чтобы тебе угодить, прости, что оплошали. А вот у меня возникло подозрение, что оплошность была намеренной, перемен захотели. Чувствую себя более-менее нормально, да лечиться могу и дома, поэтому ждите с победой. Возвращаться опасно, а он возвращается, по-любому чё-то задумал. А может не опасно, и кругом реально предатели? Всё норм, условный срок заменим реальным, и можно принимать прямо на выходе из самолёта. Так его условка уже закончилась? Вот поэтому задним числом в розыске, ибо нефиг родину покидать. Так он не сам покинул, его вывезли в реанимационной коробке, я же и давал добро. Ну а я не вижу оснований проверять отравителей, пусть знает своё место. Блин, ваше соревнование «Кто лучше передо мной выслужится» больше похоже на «Кто сильнее меня опозорит». С такими мерами только палево, что я его боюсь. С возвращением домой, извини, что без оркестра. И без хлеба с солью. Да пробу ты всё равно брать не рискнёшь. Зато мы трусы твои постирали, а это уже какое-то проявление заботы. Мы взяли его. Молодцы, чё сказать, столько мероприятий по поимке одного фиг пойми кого. Да и он хорош, прямо в капкан летел, нет бы через Финляндию батиной тропой. 30 соток ареста. Суд прямо в отделении, это чё-то новенькое, я бы даже сказал незаконное. Зато другим будет уроком, что у нас на закон полагаться не стоит. Диктатуру затеваете. Мало отравление оппозиционера, так ещё и арест. Новых санкций захотели. А где его арестовали у Германии, я просто не в курсе. Бла-бла-бла, митинги, митинги, не зря увеличивал финансирование силовикам. Так, а чё это в трендах за видео с десятками миллионов просмотров? Чё могу за дворец пояснить? Не ваш, вот вы и беситесь. Зараза, а даже сидя в клетке пакостит. Ещё как пакостит, своими просмотрами лавры мои отобрал. Думаешь, если овер дофига просмотров, то и холопов столько же выйдет? Ты немножко забыл, где живёшь. Блин, красиво живут коррупционеры, я тоже так хочу. Окей, Гугл, карьера в единой России. А ну быстро удалил видосы с призывами идти на митинг, иначе блокнуешь, штрафану. Чё не отвечаешь, к холопам меня приравнял? Спокойно, интернет я беру на себя. 15 рублей на дороге не валяются, а сейчас работы много предстоит. Блин, даже погода стала теплее в преддверии митинга. Какие ещё нужны доказательства причастности Америки с климатическим оружием? Я иду на митинг, айда со мной. Да не собирался я идти, просто хайпануть хотел. Окончательно обломать Северный поток-2 из-за этого пациента? Серьёзно? Видал, как Запад впрягается за оппозиционера? Ага, Германии вовсе не влом было на больничке его проведать. А с нынешним режимом не горит желанием общаться, может реально пора чё-то менять? Многовато кипиша вокруг твоей личности. Посажу-ка я тебя годиков на 10, а будешь тихо себя вести, я тебе камеру люкс выделю и мебели подгоню из дворца. Не вижу смысла, с Запада нынче такой кипиш грядёт, что тебе будет не до меня. Ну чё, образованный оппозиционер, с возвращением домой. Да ладно, домашний арест отмотал, так что будешь 2,8 сидеть вместо 3,5. И к чему весь этот цирк, если исход заранее был известен? Вот именно, знал, что тебя посадят и всё равно вернулся. А нам теперь новые санкции, какие ещё нужны доказательства, что ты агент Госдепа? Подтягивайтесь, тут сейчас такое начнётся. Так это наоборот хорошо, сейчас надубасим себе надбавки. Зла не держи, нам не кредиты, семью кормить надо, на нормальную работу не берут. Да и вообще в обменник, после сегодняшнего надо срочно долларами закупаться. Меня-то с какого перепога, на мне ведь написано пресса. И чё, на Донбассе у одного актёра такая надпись тоже была, но она не помешала ему из пулемета пострелять. Всё идёт по плану, меня посадили, так что можешь добивать своими санкциями. Молодец ты, главное носки у кума не бери. А вот основного агента надо отзывать, пока не спалился. Всё-таки спалился. Конечно спалился, Запад грозил санкциями за оппозиционера, и ты всё равно его посадил. Какие ещё нужны доказательства, что ты агент госдепа? Молодцы, раскололи, а теперь выпускайте, забыли, у меня ж теперь пожизненная неприкосновенность. Работайте, братья, федеральным каналам нужен сюжет для демонизации протестующих. Ну короче, стабильно в кадре держусь, потом у меня рискобита появляется, замахиваюсь и красиво меня вяжете. Отбой, постанову спалили. Ну по крайней мере нас на Оскар номинируют. Конечно номинируют, поэтому всё равно работайте. Работайте. Слава Украине, благослови Америку, а вы все волки позорные. Вроде нормально, можно запускать в эфир. А тебе чё, московский Кремль перестал за диссы платить? Да ладно, ты ведь своим лицом торгуешь, а не чужим. Может это и не протесты вовсе, а народ просто днюху твою гуляет? Блин, может приколоться и с тем очкастом тебя в одну камеру посадить? Так а чё с тем типом, который битой размахивал? Где раскрытая личность, где уголовное дело? Таких задержанных ведь показательно наказывают, а с ним чё-то притихли. Ну и откуда это заявление? Сами что ли накатали и подписали? Это всё домыслы. Ну да, 95-летний ветеран, едва осиливавший три строчки по бумажке, накатал целую страницу юридически умного текста. Ваше мнение по ходатайству? Не перебивайте меня, иначе я вас удалю. Замечание. О, торговец с дедом пришёл, так тебя научили на мои вопросы отвечать? Свидетель, вы вправе не отвечать на вопросы и не поддаваться на провокации. Да я всего лишь хочу понять, как он встал на такой скользкий путь. Можешь просто изведиться, дабы облегчить свою участь. Перед торговцем дедом? Да щас, тут у всех деды воевали, но чё-то никто ими не торгует. Давно у тебя принято пользоваться дедом для регистрации фирм? Вопрос снят, замечание. Ваша честь, прежде чем мы приступим к допросу... Замечание. Так я ещё даже ничего не сказал. Замечание, замечание, замечание. В дневник запишите, мне в школе столько замечаний не делали. Да, гидка за поправки на мой баба снималась, но ветерану никто не платил. Но да, внуку заплачено, он ведь дедом торгует. Халуи, рабопленный, приспешник и подхалим. Позор, постыдное, унизительное положение, вызывающее насмешку и презрение. Судью ещё добавьте в это определение. Замечание. Вам замечание. Так всё, заседание переносится, пока у меня мозг не взорвался. И чё ты за стендап устроил? Ну да, лучше по судам таскаться, чем в камере. А пока новый приговор вынесут, уже полученный срок отсидишь. Приговор-то уже на бумаге, а так хоть системе твоей в лицо плюну напоследок. Нарезаем кубиками, засыпаем пакетиками из Ролтона и на батарею. Лучше всего это делать под музыку из телешо, где рассказывают о том, какой ты опасный агент Запада. Не думал, что сушить сухари такой увлекательный процесс. А я не думал, что мне их с тобой сушить предстоит. О, нашлась потерёшка, исправительная колония номер 2 Владимирская область. Какой-какой район? Чё пристали, нормальное имя, петушки. А район Петушинский? Прикольные слухи пойдут в лучших традициях испорченного телефона. Эх, типичная жизнь типичного российского оппозиционера. Тюрьма за границей, за границей тюрьма романтика. А строчка славься отечества наше свободное за колючей проволокой, это сколько слоёв иронии. Бесит его самообладание, надо бы личность ему хорошенько убить. Но раз надо к себе забирай и убивай, а то привык чужими силами свои проблемы решать. Наш ёмка ему ещё дел, пока он на санатории, оттуда труда будет противостоять. Да-да, я уже выставил его на полляма за оскорбление чести и достоинства. Вообще дела нужны, чтобы срока ему накинуть, но так тоже норм. Стоп, а как ты мог оскорбиться, у тебя чести и достоинства отрадясь не было. Сделаем всё возможное, чтобы другим диссидентам неповадно было, так что незавидное у тебя положение. Ещё как завидное, всё равно, что в 53-м на лагерь загреметь знаешь, что это ненадолго. В историю захотел, так я помогу, вот носки тебе специально принёс. Помнится, была инструкция, носки не брать, но почему не поведали? Привет, это Россия. С обретением гласости мы наконец узнали, что наша жизнь не такая уж и сказочная, какой нам её рисовала пропаганда. Советские самолёты, оказывается, падают, поезда сходят с рельса, милиция, пахлющие мафии. Не, я предполагал, что воровать вечно не получится, но не думал, что с таким широким резонансом будут сажать. А сколько нормальных граждан этой мафии было репрессировано? Выходит, не там искали врагов народа. Братка, тебя реабилитировали, ты больше не враг народа. Чё молчишь, тебе чё, пофигу? А без внешнего врага единство наше невозможное, мы в постоянном напряжении должны быть. Наберу-ка продуктов с запасом, а то вдруг ядерная война. Зашибись, а нам там хоть чё-нибудь осталось? Вот оно, наше пресловутое равенство. Знакомьтесь, тайный мясокомбинат, на котором производится колбаса специально для партийной верхушки. Для этого места живность никогда комбикорма не пробовала, а вы дальше стоите в очереди к пустым полкам. Вот очередные продукты исчезли, и что делает верхушка? Травит байки об их вреде. Но давайте пройдём в подсобку и узнаем, действительно ли всё так печально. Не очень-то печально, всё расфасовано, подписано чё, кому и сколько. Продукты по блату, где как не у нас такое видано. Вам самим это всё не надоело? Терпилы мы дрожащие или право имеем? Чё-то печально всё как-то с этой демократией, в тоталитарном рабстве лучше было. Сорян, не оправдал надежд. Акция с фонариками? Вы чё, так только предатели делают, чтобы цели подсвечивать вражеской авиации? Я не против, на моей улице ночного освещения нету, власти пофигу, а тут от оппозиции больше пользы. Никаких сегодня фонариков и не только телефонных, а лучше вообще на улицу не выходить, чтобы потом не жалеть. Фонарик это шпионский инструмент, включаешь и вся информация на твоём телефоне оказывается у западных спецслужб. Во блин, а тут аж целый фонарный столб, и не влом же кому-то было ставить его для акции. Перестань, пожалуйста, выпускать для моего рынка телефоны с фонариками. Бумазные самолётики, фанатики, всего и всё боится ядерная детзава. А если этот оппозиционер призовёт всех пукнуть одновременно, тогда чего? Не страшно, у меня ведь не полтора миллиарда населения. Свободен ли Бираха, режим свергнут, и мы теперь под контролем НАТО, радуйся. Радоваться? А, ну да, я же агент Госдепа, и вот мои хозяева пришли, наконец. А ты, гляжу, не особо переживаешь, учитывая, что силовикам нынче не сладко придётся. Да мне-то чё переживать, матерёмщики нужны при любой власти, особенно когда она меняется. А судя по твоему списку, работы у меня будет, не подсчитай край, так что будь добр зарплату поднять. Эй, представитель интересов моих хозяев, где тут запись в оккупационную администрацию? О, наш агент, молодец, что носки у кома не брал, а даже если бы и взял, ничего страшного, мы показательно толерантные. Ещё скажи, что с подорванным тузом у меня рейтинг был бы выше. В общем-то да, запись в оккупационную администрацию прямо и налево. О, какие булы-балабулы, это чё, всё туда же, куда и я? Ну да, у нас так-то семьи в странах НАТО и счета с недвижимостью. А на тебя должности, походу, не хватит, так что можешь очередь не занимать. Не стреляйте, я американец, хочу у Беларуси убежище попросить. Чё за эпоха анекдотов, сначала Молдова просит газа у Украины, теперь вот это. Ощипните меня и правда американец. Чё, плохо нынче в демократии живётся? Я в шторме Капитолия участвовал, теперь на родине преследуюсь. Вот оно что. Ну и шёл бы к России, ему по душе такие темы. Не-не-не, судя по недавним событиям с комсомольской правдой, он своих граждан очень даже экстрадирует. Что ж, такое информационное оружие грех не приютить. По Европам страшно было прятаться, все под Америкой ходят, а Украине только дай возможность перед ним выслужиться, так что в безопасности я буду только у вас. Вот оно, истинное лицо твоей демократии, несогласный с выборами, бежит к тому, у кого выборов вообще нет. На него ссалаться и буду всякий раз, когда захочешь мне предъявить преследование несогласных. Так уж и быть, подвину один объектив, чтобы когда перед зеркалом фоткаетесь, было видно, что айфон реально новый. Но зарядки в комплекте не будет, надо заботиться об экологии. Ссылаешься на экологию, но для отдельной продажи зарядки всё равно выпускаешь. Отстань! Такие деньги за какую-то звонилку, чисто переплата за бренд. Да чё ты в этом понимаешь, нищеброд с андроидом? Сказал нищеброд, который кредит платит за свои понты, сидя на душиках. Приходится, пока ещё не изобрели систему, через которую можно сразу почкой заплатить. Квартирой? Хохма про почки всегда актуальна, но айфон за квартиру это чё-то новенькое. Плохо ты знаешь нашу необъятную. Привет, Воркута, это у тебя что ли можно за айфон квартиру приобрести? Но за айфон только халупа, а вот за два, за три найдётся нормальная. Желающих свалить много, кто-то и вовсе муниципалитет ударом отдаёт, чтобы долг за коммуналку не капал. О как, а если я ящик айфонов притараню? Ох и дураки эти 19%, которые выбрали айфон. Айфон устареет, подешевеет, а квартиры нет, плюс её можно сдать и заработать на ещё один айфон. А чё, нормальный бизнес-план. Держи, Воркута, новый, как договаривались. И ты держи ключи, поздравляю с удачной сделкой. Поздравляю себя, если что. Целую квартиру отдал за какую-то звонилку, и для него это удача, странный он однако. Чё за фигня, объявление о сдаче в аренду чёрти когда выложил, а желающих так и нет. Ну конечно не дойдутся с такой-то конкуренцией. Аренда бесплатная, только коммуналку оплачивай и всё. Я так мозгую, от квартиры надо срочно избавиться, пока мне долгов за коммуналку не накапало. Меняться обратно? Да нафиг она мне нужна, это не айфон, на который покупатели всегда найдутся. Ну тогда так забирай, только избавь меня от неё. Так тоже не канает, зарядку накинь, тогда заберу. Ох и дураки эти 81%, которые квартиру выбрали. Да я на этот вариант нажал, чисто порофлить. Слушай, а чё ты так бомбишь, как будто реально у Воркуты квартиру за айфон купил. Духи с запахами моих регионов? Вспоминается забытая серия столицы и ассоциации. Ну да, аромат каждого региона от ассоциации будет зависеть. Свою пилотную серию уже выпустил с морем и янтарём. Арбуз? Да продолжится битва Камышина и Астрыха не за право так пахнуть. А вот Уфа смотрю в доработке нуждается. Мёд пока не получается вывести, приходится довольствоваться его рэпом. Питер чё-то тоже как-то не очень пахнет. Но так он сейчас только расчленёнка и славится. А вот Белгород радует нотами сгущёнки. С Красноярском и Кимеровым, наверное, лучше не заморачиваться, а то их приравняют к оружию массового поражения. Но меня устраивает, что я пахну баблом, а регионы на то и регионы, чтобы отдавать запахам провинции. То чувство, когда вам идеально подходит название «туалетная вода». Присоединю, как себе вот строят другие рабочие посёлки. Жопой они, конечно, не перестанут быть, зато я буду миллионером. Третий раз, блин, задолбало население убывать. Краснодар, хорош у меня население тырить. Чё за наезды, как будто я виноват в том, что оно само от тебя ко мне валит. Конечно, виноват, но дополнял свой климат перспективами, что я даже у деревенщин из области не в приоритете. А, так у меня поэтому почти все годы население в плюсе. По плану с такими плюсами я уже должен миллионером быть. Какие 800 тысяч? У меня страховых полисов миллион двести выдано. Мажет ошибка, но ничего, скоро перепись населения, она верную цифру и выдаст. Выдала, нету миллиона. Да что ж такое, хоть продажу презервативов запрещай. Ну или продавцов заставить их иголками обрабатывать. А вот по данным полиции, медиков и пенсионного фонда, всё равно миллион двести. Понаехали, а понаоставаться нормально не могут. В честь своего 225-летия торжественно вручаю свидетельство о рождении моему миллионному жителю. Наконец-то, блин. Слушай, такое дело, можешь не продолжать. Да не расстраивайся, у тебя каждый год население в плюсе и немалом, так что наберёшь ещё свой заветный миллион. Эх, сколько денег народных в эту войну в Бухано стоило, но того и ребята наши полегли, непонятно зачем. Очевидно не стоило, ты только трынди об этом, поменьшего избежания деморализации. Так об этом уже вовсю по телевизору трындят, и про то, что на Чехословакию зря полезли. Стратегически-то оно было выгодно, а вот политически нет. Ну и чё ты с таким настроем сюда припёрся, войска всё равно скоро выводить. Вот именно, надо успеть в боевых действиях поучаствовать и медали курвать. А заодно прибамбасами импортными закупиться, которые в наших магазинах большая редкость и стоят дофига. У вас же тут за рубли можно отовариться или чики надо? Можно за рубли. Эх, немного жалко стало, что мы скоро валим отсюда. Ну воевал ты, чё тебе теперь все должны? Ладно бы на нас напали, как в 41-м, тогда другой разговор, но Афганистан-то на нас не нападал. Да и я тебя туда не отправлял, а кто отправлял, к тому и иди. Официальный курс 90 копеек за доллар, и этим всё сказано. А в дальнейшем падать будет, так что наша валюта самая твёрдая. Да мне-то что с этих долларов? Ну деньги и деньги, которые в ходу у вражеской Америки. К тому же мы коммунизм строим, в котором деньги вообще не понадобятся. Эй, иностранец, доллары есть, по 8 рублей возьму. Обожаю этот чёрный рынок, и курс хороший, и в очередях часами не надо стоять. Странный какой-то официальный курс, чебурашка получается дороже мустанга. Это-то ещё Волгу не видел, за которую можно два таких мустанга купить. Нарисуем курс 73 копейки, а там это 67 упадёт. Или вовсе обесценится. Вполне возможно, ибо наши рубли обеспечены золотом, а доллары ничем. Вот глупые капиталисты, торгуются за какие-то фантики. 200 рублей за джинсы? В моих краях 12 долларов, это ж какая наценка при официальном курсе. Эй, не, с долларами только я могу дела иметь, и простым гражданам от 3 до 8 лет за них. Это-то ещё легко оделся, за сумму больше 25 расстрел светит. Ну понятно, курс был искусственным, свободный рынок пришёл, и реальная зарплата оказалась 15 долларов. Доллары, марки, фигня это всё, вот настоящая твердая валюта. Не нравится Россия? Вали к США! Не нравится Россия? Вали к США! Ну так подкиньте на дорогу, а то слишком это проблематично с моей зарплаткой. Вот так бы сразу, жаль, такая тема в реале не прокатит. Эх, угораздило родиться не в тот век, не на том полушарии. Звиняйте, доспехи пропить пришлось. А путь надо продолжать, может, прачку какую-нибудь подцеплю. Тернии. Тернии. Тернии, блин, да когда уже звёзды? А толерантным обязательно становиться? Да, ещё надо соблюдать меморандум, знать все рамки и тапель о ранках. Не волнуйся, тут удивительно просто быть своим. Ну раз такое дело, тогда к чёрту жалеть себя, а то назад бумерангам неохота. Ключ к успеху для лохов лучше лом юзать. Ну или отмычку на крайняк. Написано же, санитарная зона. Я понял, только не надо на меня заявление в ГАГу писать. А вот и золотое руно, которое стоило того. Утонуть вроде не должен, так что доплыву, лишь бы камни подводные не мешали. Здрасте, а мы к вам с обыском, вот санкция. Ага, есть подозрение в незаконном хранении оружия. По нам стреляют, требуется подкрепление. Однако нечестно, силы не равны. Ага, я только студента с плакатами дубасить умею. Будьте осторожны, преступник вооружённый далеко не картонным стаканчиком. А как вам такой стаканчик? Судя по звёздочкам, тут уже вертушка должна быть. Вы, блин, серьёзно? Стыдоба-то какая структура задачи, которой демонстрация силы шесть часов не может взять одного поехавшего. Чё он там, аспирина с Хисаямом намешал? Мы че-то на оружие тоже знаем, посмотрим, успеешь ли ты сказать о языкме раньше, чем тебе граната прилетит. Эх, одной звёздочки до танков не хватило. Ты не расслабляйся, его сейчас возле больницы надо пасти. Да ладно тебе, всё оружие по выписке изымается, так что взять будет не проблема. Якобы, скажи, что это неправда. Вынужден тебя огорчить, но якутского шамана реально у меня приняли. Как такое возможно? Он должен в дурке находиться у Новосибирска. Реально, как такое возможно, если он отсюда никуда не делся? Шаманские фокусы приняли, так ты сразу обратно телепортировался, не хватило способности до столицы. На чё надеялся, что у меня кукуха поедет, так и бламистый опоздал. Такие спецоперации были развернуты по его поимке, будто ты его реально боишься. Ещё скажи, что я тот, кем он меня считает. Но принятые меры внушают подозрение, что он и правда может тебе что-то сделать. Всё норма, это бурятский шаман, просто якутским представился прикола ради. Справка из дурки тоже имеется. А может это вовсе не справка, а зашифрованное приглашение на ваш турнир. Возьмите меня с собой. Уважаемые мигранты, которым предоставлена возможность лететь самолётом до Европы, скоро мы приземлились в как бы Европе, а до Европы там уже фигня. У меня всё готово для новой подлянки. Принудительная посадка Райна РМ детской шалостью покажется. Вперёд, гости дорогие, устройте головня к этим европейцам, пускай сто пятьсот раз пожалеют о своих санкциях. Пусти нас, Польша, мы в Европу хотим. Да, хотим загнивающий запад, процветающую Россию не хотим. Стягивайте армию и полицию, чувство личного состава нам сейчас дофига понадобится. Нормальный такой способ нападения, ни танков, ни авиации не надо, а главное, что это оровы, не мои граждане. Да поднимутся в рейтинге консервативные партии, посеяться раздур. Ты чё, лопатой колючку рубить, вот же кусачки есть. Столько инструмента и весь новый по-любому кто-то дал. Границы толпой прорывайте, к нам вам уже дороги нет. Нет, европейцы сами виноваты в миграционном кризисе, но поднимали уровень жизни, вот к ним теперь все и ломятся, хорошо нам это не грозит. Но если Евросоюз не хочет мигрантов принимать, пускай Беларусь и бабло выделит на их содержание. О, Украина же ца Европа, вот пускай проявит европейскую солидарность. Украина и США уже наскучили, нужен новый враг, а без него наша идея невозможна. По-русски мне отвечаешь, ну тогда лови калькулятор. Вот и киргизы превращаются в бандеровцев, сегодня в москаляку калькуляку, а завтра чего посерьёзней. Успокойся, этот идиот за решёткой, у нас такие популярности не имеют. Ну а случай не единичный, я ещё избитого на спортивных сборах припомню. Одному русскому по морде дали 10 тысяч киргизов на родину, пускай без работы сидят и голодают. А чё у тебя за патрули по магазинам русскоязычных вылавливают? Да я как бы сам не приветствую этот пещерный национализм. Не думаю, что ты самодостаточный только потому, что твои на заработки не ездят ко мне. Все от меня зависят и в экономике, и в безопасности, а у тебя со мной ещё самая длинная граница. Понял, будешь притеснять русскоязычных, мы к тебе придём и порядок доведём. Приходи, у меня степи широкие, всем по два метра земли выделю. О, провокация подъехала, ещё дружественным государством себя называл. Налог на роскошь? Ты ведь понимаешь, что твои коллеги не поддержат эту идею? Конечно понимаю, зато очки себе набью, а-ля смотрите какой я пронародный. Хотя частично почему бы и не поддержать? Ну, для холопов мясо является роскошью, на него и замутим налог. А чё, в смысле? Да, в смысле, мы под него тоже попадаем. Борщевой набор всё дорожает и дорожает? Так это тоже получается роскошь. Ещё какая роскошь, морковь 150 рублей за килограмм. Так это много или мало, я просто в мелочи вашей туземской не шарю. Полагаю, нам за наши особняки с яхтами не стоит переживать. Но для нас это не роскошь, выходит, что нет. В удивительное время живём, раньше мобильник был признаком достатка, а теперь сишки. Но несмотря на постоянное дорожание и страшные картинки, покупать не перестаёте. Вместо картинок можно просто написать, что вырученные деньги пойдут на поддержку Единой России, тогда и пропадёт желание. Не, это уже переборно будет. И зачем такую надпись нанесли на глыбу? Чтобы разбивать было приятней дырявых, не люблю, вот и обозначу позицию. А ты сам часом не дырявый, что так забеспокоился? Не, просто подобная выходка сильно отдаёт иронии. Ты на что намекаешь? Не на что, просто констатирую наличие бревна в собственном глазу. Это чё получается, эпицентром СПИДа на моей территории стала армия? Ага, военный переводчик из Танзании его завёз, а распространили солдаты-срочники, с которыми он... Всё, хватит, а то слишком позорно для государства, у которого мужеложство, это уголовная статья. Во блин, а я-то думаю, зачем в казармах вешают информационные плакаты на тему СПИДа? Командир клеился ко мне, получил отпор за это и начал меня гноить. И поэтому ты его застрелил за полтора месяца до дембеля? Без обид, но это к делу приобщать не будем, ибо сильно бьёт по репутации армии. Да, давай не будем портить репутацию, запишем, что ты сам на бутылку метку упал, и к сослуживцу претензий не имеешь. Зарплату получил, будь добр поделиться, если не хочешь быть на швабру нанизаным. Хорош, а то глаза уже болят. Да и немного подозрительно, когда кто-то всем вокруг заявляет, как он ярый гетеро, при этом у него никто не спрашивает, какой он ориентации. Ты на что намекаешь? Ни на что, просто вспомнилось, кто громче всех речит, держи вора. У тебя ни денег, ни жилья, ни какой-либо поддержки, но ты всё равно рожай, со временем найдётся лошок, который с наголиным тебя примет. Вот этому учит российская адаптация шоу «Беременна в 16». Чё-то у нас как-то печально с демографией, на 90-е уже не покиваешь, учитывая, что 21-й год стал самым смертоносным. Народ умнеет, милорд, и желающих рожать чисто ради маткапитала всё меньше. Как так-то, это ведь наше будущее. Но если бы гражданки верили, что у нас реально есть какое-то будущее, то не делали бы полмиллиона абортов в год. А мы бы не сбагривали своих отпрысков на ПМЖ в загнивающий запад. Да и помнится, государство не просило вас рожать, так что оно вам ничего не должно. Но это раньше не просило, а теперь будет принуждать и гайки закручивать. Сигнал принят, ужесточая оборот препаратов для прерывания беременности. Эй, не, за такой услугой теперь только в государственную клинику и только после обязательной психологической консультации. Которая отговорит делать. Которая заставит не делать. Чайлдфри, запретите, проблема мигом решится. Не решится, но по крайней мере на него можно переложить ответственность за эту проблему. Первенцами надо в 20 обзаводиться, тогда железно будут третенцы, четверенцы и демография поправиться. А еще параллельно курсовые писать и работать, чтобы учебу оплатить. Может вообще гражданкам образование запретить, как у Афганистана? А это идея, они ведь более покорные, когда тупые. Ё-моё, раньше фильм «Идиократия» смешным казался, а сейчас что-то страшно его смотреть. Да без запрета абортов мы вообще не сможем в СВО победить. Ё-моё, так это надолго что ли? Надолго, так что шевелитесь, мясо само себе не родит и желательно не мелочиться, попять спиногрызов от каждой гражданки. Кто-то из них сопьется, кто-то еще чего, но пару бойцов точно вырастите, а я в свою очередь компенсации не обижу. Эппл напрягся, Эппл напрягся, задолбали, когда уже будет его реальный убийца? Я понимаю, что наши высокотехнологичные разработки это не более чем повод бабла нараспил выделить, но хотелось бы не только ядеркой бряцать. Вот пожалуйста, новый R-фон. Ну типа айфон, только R потому что наш. Прям так уж и наш? Внутренности китайские, но именно в этом и заключается наше пресловутое импортозамещение. Ну да, писать на любой китайской фигне сделано в России. А ты блин шильдики на китайских рулях поменять не можешь. Зато наш автопром еще долго будет объектом насмешек, а как известно, черный пиар тоже пиар. Только кто эту фигню купит? С такими же внутренностями без надписи в два раза дешевле стоит. Ну так весь мир против нас, надо сплачиваться и поддерживать свое родное. А отказникам предъявлять за непатриотичность. В смысле дискредитации? Я только посмеялся над отечественным аналогом. Поэтому только штраф, а вот за негативный обзор уже тюрешка. Ну в принципе на роль убийцы Эппла эта фигня вполне подходит. Подходит? Да даже несмотря на санкции и блокировки твои потребители все равно айфону предпочтение отдают. Я че реально должен в этом конкуренцию увидеть? Конкуренцию может и не увидишь, а вот со смеху точно умрешь. Долбанная пандемия. От машин спирта-мразита водители трезвые, так и сноровку утратишь. Теперь еще МКАД от провинциалов охранять поставили. Какова цель въезда в пределы МКАД? На заработки. Москва любит вечно плитку перекладывать, так что работа всегда найдется. Извини, но у тебя ни пропуска, ни регистрации, так что я не могу тебя пропустить. А виза московская часом не вводилась, че за дела? Карантин, которого как бы и нет, вирус страшный бродит, новости что ли не смотришь? Смотрю, режим ЧС никто не вводил, поэтому ты не имеешь права мое передвижение ограничивать. Послушай, в твоем регионе зараженные ведь тоже есть, дофига кто этот вирус из-за бугра привез? Единицы. Вот именно, большинство от Москвы его и подхватило, так что разворачивайся домой ради твоей же безопасности. И что же это за важные персоны со спецсигналами? Че такие неприкосновенные, что их вирус не тронет? Еще как тронет, перед ним все равны. Тогда почему этим можно, а мне нельзя? Этих не жалко, пусть едут. Дядь, купи мне сигареты пивка, пожалуйста, а то несовершеннолетним не продают. Да нет проблем, с радостью посодействую естественному отбору. Штраф за это? Вы, блин, серьезны? Ну да, по телеку уже четко сказано, что бомбастер не продается лицам старше 12 лет, а вы продали. Кьюар-коды, кьюар-коды, еще раз кьюар-коды. Данное ограничение не распространяется на несовершеннолетних. Интересно, от пачки чипсов прокатит кьюар-код? Но главное, чтобы он был, а какой пофигу. О, теперь мы поменялись ролями, могу помочь, если надо, туда, куда взрослого без кьюар-кода не пустят. Паспорт покажи, чтобы убедиться в твоем несовершеннолетии. Так нету паспорта, его же с 14 выдают. Ладно, сделаю вид, что поверил, только в таком виде под камерами и ходи. Да чё за напасть, от боярышника не оправились, так еще антисептик добавился. Прям естественный отбор во всей красе, а как с Америки угорали. Антисептик внутривенно вколол, вот тебе и вакцина от короны. В смысле причинение смерти по неосторожности? Таков принцип Татинской, жертвы есть и за них кто-то должен ответить. Это ведь ты продал им антисептик? Продал, но разве моя вина, что он у всяких идиотов ассоциируется с доступным бухлом? И нафига в алкомарке тебе отовариваться, когда халява прямо на входе стоит? На то он антисептик, чтобы не быть безопасным для приема внутрь. Да и я давал добро пустить весь паленый спирт на его производство. Блин, кого же виноватым сделать? А моя-то вина в чём? Да всё логично, Якутия, ты запретил у себя продажу нормального бухла на время пандемии. От проблем как-то надо уходить, вот халапы и пьют всякую дрянь. Ой, можно подумать, фанфорики до пандемии спросом не пользовались. Да чё толку от этих выборов, за нас всё порешали и вбросили за кого надо. Ну вот ты не пришёл и за кого надо вбросили твой неиспользованный бюллетень. Короче, замкнутый круг не пришёл, за тебя заполнили, пришёл, весь этот цирк легитимизировал. Вроде несложная игра, это ваша карусель, тупо ходить по указанным местам и бумажки эти закидывать. Ага, чем больше закинешь, тем больше получишь допивас. Да чё мелочиться, сразу на порнхаб закидывай фотографии урны с широкой щелью. А категорию какую указывать? Тут бюллетени влезет далеко не два и не три. А за за единую Россию не пропустим? Обломитесь, бюджетники всегда будут надёжным оружием. Это только партийный список, одномандатку лучше вообще не смотреть, а то поплохеет. О, меня в дома пропустили, ещё нужны аргументы, что я не такой протестный, каким себя выдавал. Ну вот, был я в Рио, теперь ваш полноценный глава. А чё вы так смотрите, как будто не рады этому? Наверное, потому что реально не рады такому плевку. Ага, так жёстко нас ещё не унижали. Странно, судя по цифрам, у вас другой должен быть взгляд. Начинаем тестировать собственную систему социального рейтинга. Как у Китая? Партия тобой гордится и выдать один гимнастка жена. Ты тоже молодец, получи свою лопату блинов. Ага, баллы будут начисляться за всякие хорошие дела, ну и, конечно, политическую лояльность. Ну понятно, у Холуев он будет максимально высоким. Ну а с низким рейтингом будь готов к ограничениям в правах и возможностях. Звиняй, боярышника с низомерзайкой нет, а то, что есть тебе с твоими баллами не положено. Привязывать ННН, паспорт, ну и остальные персональные данные, которые может выдать система распознавания лиц. Да уж, прогресс не стоит на месте, фраза торговать лицом с каждым годом всё буквальней. СМИ, знаете, заски такие одинаковые, как у них во всем из этой сплавно заботать система распознавания лиц. У Китая сус рейтинг, у Китая суверенный интернет, у Китая много чего можно позаимствовать. А ещё у Китая чиновников коррумпированных расстреливают, как насчёт этот опыт перенять? Ребят, пустите побратки через свою территорию, хочу помочь Израиль уничтожить. Слышь, тут наколочка прошла, будто Карабаха тебе мало и ты решил конкретно мне кебаб устроить. А если и так ты сможешь ремоф? Конечно, я же состою в АДКБ. Ну вот, сам себе по больному ударил. Отбой, у меня землетрясение случилось. То, что мы на другом полушарии, не повод расслабляться, надо готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией. Ну да, ну да, пошёл я сами знаете куда. Пожалуй, отзовём ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Задолбал ядеркой своей размахивать, если реально собираешься, скажи прямо, чтобы мы знали, есть ли смысл за хату платить. А мы, пожалуй, проведём ядерные испытания. Пожалуй, выйдем из договора, по которому разрешалось иметь равное количество обычного вооружения на европейской территории. Да не переживайте, это лишь формальность, на деле я давно из него вышел. Ну тогда и мы выходим из этого договора. Репятки, вы если чего с Америкой на Тума летелать, то делайте, пожалуйста, через Тихий океан, а не через нас. Походу, что-то весёлое намечается, надо готовиться принимать беженцев. Тебе-то нормально, жди беженцев с солидным баблом, зато тебе со снабжением полегче будет. Не бзди, сказали же, что ты на первой линии не будешь, так как должной подготовки нет. А ещё говорили, повышения пенсионного возраста не будет, но мы проглотили и не подавились. Да ладно, ради зарплаты, которая в нашей дыре не водится, можно и рискнуть. Ага, я видела цифры в буклетике, поэтому пинком тебя туда и отправляю. Подписывай контракт и топай на фронт, поправишь материальное положение, рассчитаешься с долгами, а ещё почутыва уважуха от знакомых. Но это сейчас, а потом, афганцам говорили, мы вас туда не посылали, а этим будут вы туда шли ради зарплаты американской уборщицы. Но я не парюсь, не мне же будут говорить. Алё? Без подготовки закинули на первую линию? О, так это мне сразу обломится зарплата бюджетника за 50 лет, не волнуйся, я буду тебя помнить, катаясь на машине, которую куплю с этих денег. Вот это я понимаю бизнес-план, жаль, что эта мясорубка рано или поздно закончится. А пока не закончилось, надо быстренько нового на себе женить и тоже на фронт отправить. Вот же конкурентов развелось, потенциальных двухсотых разбирают только так. Ещё и дурачков наивенных всё меньше, попробуешь подкатить, по двух сразу учуют. Ладно, поищем женихов среди раненых, ранение тоже признак наличия бабла. Тут такое дело, Китай у нас за спиной с Америкой перетирать вздумал, и походу про тебя будет гадости говорить. Да ничё, мне наедине он про Америку тоже гадости говорит. Но мы вроде как своим союзникам его считаем. Вот именно что считаем, а на деле он союзник только себе. Не бзди, ничего с Тайванем делать не планирую, по крайней мере, обязательно в земе. Не планируй и дальше, иначе фраза «последнее китайское предупреждение» утратит смысл. Да и планета Земля слишком большая, чтобы на ней преуспевать. Может тогда перестанем друг другу спиной поворачиваться? Да блин, я не это имел в виду, когда говорил, что мир не должен быть однополярным. Скажи, Россия от Украины отстать, тебя он послушает. Послушает, да только надо оно мне, пока за себя под санкциями, я могу за бесценок его ресусы покупать. Ну хотя бы Иран отговори на Израиль переть. А я какая-то шутка, это меня должны просить тебя отговаривать. Вроде нормально пообщались с этим диктатором, так что всё должно быть тип-топ. А что с лицом, я чё-то не то сказал? Ну вроде нормально пообщались, а теперь обзывашки. С кем пообщались? С Китаем. Когда? Ну чё, демилитаризация Украины прошла успешно. Государство, которое не так давно Дживелины выпрашивало, теперь вооружение имеет, о котором ранение мечтало. Успешно, мягко сказано, мы этого вооружения уничтожили больше, чем его было предоставлено. Хотели НАТО подвинуть, оно и подвинулось, да так что сухопутная граница со мной в два раза больше стала. Какое там от Финляндии подлётное время до Питера, минуты полторы, не больше. Ждали, что Европа замёрзнет без моего газа, а в итоге теперь его только Китаю толкать с огромными скидками. Но это не страшно, убытки холопа возместят. Официальный импорт тютю, зато параллельно официально одобренный набирает обороты. Лица поверивших в импортозамещение представили? Армию мою Запад уже не боится, только ядеркой бряцать остаётся. А вот спецами не побряцать, лучше умы пачками сваливают. Да только куда валить, мой паспорт нынче самый токсичный, его обладатели в цивилизованном мире не хотят видеть. 19 лет, да чё мелочиться, накинь ещё, я ж бессмертный отсижу. Накину, ибо кроме тебя больше не на ком выместить обиду от своей ущербности. Да уж, дров наломано столько, что хватит на третью часть эффекта бабочки, причём полнометражную. Хотя думаю, тут и одним поворотным моментом можно обойтись. Я чё думаю, подпиши ты эту евроинтеграцию, всё равно ближайшую четверть века ничего не изменится. А главное, дубинками никто не получит под предлогом установки ёлки. Задолбала эта война, уже сомнения вызывают её справедливость, а про кукуху я вообще молчу. А ну при такой продолжительности, учились воевать в регулярной армии, а тут одни партизаны. Вот согражданам нашим весело будет, сюда пришли без мозгов, а домой вернёмся с посттравматическим синдромом, и всё, что умеем, это убивать. Ты чё творишь, это же гражданские. Я ж говорю, кукухи хана, да и чё нам за это будет? И правда, чё парней выпустить, а командованию доложим, что защищались. Ё-моё, гражданские, походу, спастись от наших пытаются. Ребят, вы чё, это ж мирные жители, им помочь бы надо. Какие проблемы, сейчас как помогу гранатой. Ну а у меня есть идея получше. Ты чё, реально собрался по нам стрелять? Да, если вздумаете стрелять по безоружным вьетнамцам, а то легко быть крутым, когда ответка не светит. Может ты просто не будешь лезть и свалишь? Свалю, только сначала вызову подмогу для их эвакуации. Мирные безоружные, походу, надо отменять запланированные в тех районах операции. И тем не менее, ты некрасиво поступил, это война, на войне нельзя плохо говорить о своих, даже если они не правы. А когда всё закончится, тогда и предъявлять, чё было не так. Именно, а ты, получается, предатель, и тебя судить надо. Солдатская медаль. Высшая военная награда. Прикольно, за то, что грозился по своим огонь открыть? Этим поступком ты много ненужных жертв предотвратил, так что своих иногда надо фильтровать. Ну так чего, будешь подписывать декларацию о лояльности режиму? Подпиши, это ведь несложно, нас уже много подписалось, так что стрёмно не будет. А если не подпишу, смелым на вашем фоне буду или глупым. Не подпишешь, на нормальную работу никогда не устроишься, максимум улицы подметать или сортиры мыть. Хорошенько подумай, стоят ли принципы сломанной жизни. Да ладно, одним народом мы от этого не перестали быть. Честно, нам даже стрёмно, что мы с тобой в одном ряду не стоим. Но ничего, у вас диссидентов-смельчаков мало, так что мы все вместе сможем материально вам помочь. Капец, на 350 косарей штрафанули за комментарии о режиме. А там и до тюрьмы недалеко, если не заплатят. Так вроде ненавистников режима нынче много, вам ведь ничего не стоит скинуться по рублю, чтобы помочь мне. Не, у нас это нечто из области фантастики, всем пофигу друг на друга. Но на сочувствие и моральную поддержку можешь рассчитывать. Такая большая территория, наверное, трудно её снабжать. Вовсе нет, вся продукция вагонами идёт до Москвы, а народ по ней разлозит авоськами. Чё, провинциал, тогда разрубим колбасу, чтобы не смог до дома довезти. Зачем заморачиваться с патентами, когда есть провинциалы, отличная альтернатива гастарбайтерам. Можешь ловить у себя рыбы столько, сколько сможешь съесть, остальное в моём распоряжении. Золото, которое у тебя тоннами добывается, это тоже касается. Сорян, я твой лес Китаю продал, так что орехов уже не пособираешь. Вперёд, ребята, отстаем Москву. Интересно, а насколько это войско состоит из провинциалов? Освобождён от капремонта? Правильно, в период самоизоляции послабления нужны. А у меня капремонт, наоборот, больше стал. Это чё получается, нам твоё раскидали? Но, блин, не уходить же этой теме в минус. Да имейте уважение, я всю страну кормлю, а не наоборот, как вы все думаете. Держи подарок в честь годовщины окончательного раскрытия твоей сущности. Дай угадаю, новые санкции? Ага, посмотрим, как твоя экономика без твёрдой валюты протянет. Нашёл кого пугать, я уже три гиперинфляции пережил. Я был основным покупателем твоих нефтепродуктов, теперь не буду калейных удобрений, это тоже касается. Но, короче, всё то же самое, что сказали те двое. Не очень-то и страшно, когда есть тот, у кого можно попросить бабла. Ну и на что тебе очередной миллиард? На борьбу с коронавирусом. Так он же тебе не страшен, ты в хоккей играешь. Не до хоккея сейчас, да и вирус уже сто пятьсот раз мутировал. Ребят, накиньте Беларуси по-братски ещё санкций. Чтобы опять бабло у тебя клянчил. Ага, потом столько мне задолжать, что рассчитаться только с собой сможет. Многовато в нынешнем рубле зайчиков после стольких деноминаций, а станет ещё больше. Нафиг деноминацию, ходи как я с бумажками сто триллионов. Так это сорок центов. Официально, да, но коллекционеры за них тридцать баксов охотно дают. Тебе кроме меня надеяться больше не на кого. Может признаешь Крым наконец моим? Конечно признаю, но только после твоего олигархата. А то кивает, типа он твой, но дела там не делает, получается не признаёт. Закрой-ка и я для тебя воздушное пространство. Заметь, ты сам проложил мне маршрут до Крыма в обход твоей таможни. Да ещё бабла, а то меня санкциями всё обижают и обижают. Я-то дама с признанием чё? Всё к этому идёт, если Крым твоим признают, то себя в твоём составе и подавно. Белорусский федеральный округ нормально звучит. Ребят, накиньте мне санкции, чтобы он был уверен, что вот-вот меня купит. Нет проблем, хорошенько бабла из него выкачай, как договаривались. Такое дело, короче, я устал, я ухожу, не ищите меня. И как это понимать? Сердце перемен требует, а ему, как известно, не прикажешь. Бабло верни, которое я тебе надавал ранее. Ничего не знаю, ты прошлому режиму давал, вот с него и требуй. Ё-моё, стояли велосипеды, никого не трогали, нет, надо было стырить. Совсем обнаглели, уже камер наблюдений не стесняются, вот сейчас по нему узнаем, у кого тут ни стыда, ни совести. Вот это поворот. Но, как говорится, это Россия, расслабься. Ну и где эта драка, за которую вызов был? Разбежалась, пока мы ехали. Зря ехали, получается. А может и не зря. Гляди-ка, стоят без присмотра, будто специально для нас. Ага, нормальная такая компенсация. А не опасно? Да ты успокойся, мы же в форме, если кто её видит, на криминал не подумает. Эх, 21-й год на дворе, а у вас до сих пор буханки производят. Зато в них велики нормально грузить. Так мы это, на сохранение забирали, чтобы не стырили. Не знаю, не знаю, какой там нынче уровень доверия к полиции. Ну а если б не камеры, прикинь, пришёл ты о краже заявлять, а велик быстро нашёлся и к уровню доверия, плюс и к плану по раскрываемости. Звучит музыка международным понятиям это не западло. А шестёрка изгоя это в той же масти или ещё ниже? У изгоев нельзя ничего брать, а ты нефть законтаченную покупаешь. Нефть законтаченную, но она в базу летит, из неё залаза не пройдёт. А с оконтаченной кассой идёт по трубе и вся сара соскорит на выхоте. К цивилизованным хотите переметнуться, а вот с паспортами изгоя вы им не нужны. Тебя к пароше загнали, мы тут при чём? Эй, не, загон коллективный, поэтому надо сплотиться и вместе делать и что-то от этой пароше не воняет. Позорище, кричали возьмём Киев за три дня, но уже полгода только защику берут, давайте всерьёз чё-то начинать. Чё, пацаны, мобилизация? Не бздите, если я говорю, что она частичная, значит частичная. Ещё я говорил, что повышения пенсионного возраста не будет, но вы проглотили и не подавились. А чё, в смысле? Нафиг, срочно удалять аватарку с буквой Z и все посты с ней, а лучше вообще профиль закрыть. Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт это самое лёгкое решение, но мы не можем, за каждым из нас стоят граждане. А если вам показалось, что данное заявление это издёвка, то нет, вам не показалось. Наша подстилочная партия тоже поддерживает мобилизацию, пусть у каждого поколения будет свой 41-й и свой 45-й. Судя по следам клея, на этой машине была буква Z, а значит её владелец своей надо вручить повестку. Нравится, не нравится, терпимая красавица, поправки в уголовный кодекс не просто так вносили. Так не честно, я активно поддерживал тебя и твою спецоперацию. А сколько всякой либеральной мерзоты против, может её лучше и отправить на фронт? И как ты себе это представляешь? О, спасибо за стволы, с ними куда проще своё несогласие выражать. Ага, полагаю, росгвардейцы не такие смелые, когда у тебя автомат вместо плаката. Мы столько времени задвигали, что мобилизации не будет, ибо нет необходимости, а теперь надо переобуваться? Не бздите, у холопов память короткая, они уже не помнят, как меня проклинали за антиковидные меры. Системообразующим СМИ предоставляется иммунитет, чего бы не поагитировать, сидя в тёплой уютной студии. В смысле не будешь у себя мобилизацию проводить, ты ведь сам на ней настаивал. Ну ладно, не хочешь как хочешь. А я предлагаю сократить список болезней, которые освобождают от службы, увеличивать резерв, так увеличивать. Вот унитаз, вот стиральная машина, какие ещё нужны доказательства, что я там уже был? Смотрите сколько секундов, ладно я под мобилизацию не попадаю, но вы-то чё, вперёд родину защищать? Блин, всё-таки попадаю, ещё и билеты отсюда раскуплены, чё ж делать? Давай что ли распишемся, хуже уже не будет, а я компенсацию получу, ежели с тобой лихо станется. Но если у тебя 4 спина грыза имеется, то почему бы нет? Восхищаюсь, как наши граждане с честью идут выполнять свой долг, а те крысы, которые бегут, пусть бегут, наш корабль чётко движется к поставленной цели. Блин, с крысами какое-то неудачное сравнение, ты вообще в курсе, в каком случае они с корабля бегут? Столько бабла на мобиков, лучше бы на технику потратили, всё-таки 21 век на дворе, в битве между толпой и железом преимущество явно не за толпой. Тогда абсёр будет сложнее оправдывать, а бабло с этого дела спокойно можно пилить. Заодно биомусоры немного утилизируем. В смысле, шуруй на фронт? Я не хочу умирать непонятно за что. Ты бухаешь, не просыхай, и всё равно умрёшь, а то хоть какая-то материальная польза от тебя будет. Э, чё за дела? Сказали, месячная подготовка будет, а его сразу отправили. Да и пофигу, главное, чтобы с обещанной соцподдержкой не кинули. Ну, в принципе, можно напоследок, всё равно я уже не жилец. И вот на это убожество мы должны были западное оружие израсходовать? Грузите, он ещё долго будет дрыхнуть, и ему пофигу, в каком положении. Вас подвергают здесь пыткам. Ещё как подвергают, всё утро прошу дать и похмелиться, не дают фашисты проклятые. Хотя нет, даже фашисты так не издеваются. Таков был твой план, отправить ко мне множество убожества, чтобы я на кормёжке разорился? Забирай их домой. Дома они на нарах окажутся, их бухими приняли, а это равносильно добровольной сдачи в плен. В русский легион определи, который за тебя воюет. Ты, блин, издеваешься? Всё расскажешь за пивасик. Ты себя в зеркало видел, у тебя ценной информации в принципе не может быть. Ошибаешься, у меня её много, я смотрю РЕН-ТВ. А не дашь западным миссиям, пожалуй, на похмельные пытки. Донбасс восстанавливать нормально, а себя когда будем у самих улицы, как после бомбёжки. Угроза НАТО, угроза НАТО, да если солдаты НАТО к нам сунутся, подумают, что здесь уже до них побывали. О, на такое дело много рабочих понадобится, надеюсь, какое-нибудь подобие боевых надбавок предусмотрено. Плюс командировочные вроде как по заграничному тарифу должны быть. Ты славно потрудился, огромное спасибо за это. Но я как бы не за спасибо трудился. Конечно не за спасибо, за патриотизм, времена сейчас тяжёлые, Запад спит и видит, как бы ещё нам напакостить, поэтому надо сплотиться. А с коммуналкой, продуктами и кредитом такая муть прокатит? А чё ты припёрся сюда, нам так-то лохи идейные нужны, ради них на пропаганду и выделяется. А грамоту, если дам, обижаться не будешь? Да я жаловаться буду на самый верх. Ты чё, первый день живёшь и не знаешь, что наши стройки чреваты кидаловым? Да любой подряд начинается с распила бабла, а рабочим фиг чё остаётся. И чё мне теперь делать? Молчать в тряпочку, а то желание за чёрную зарплату потрудиться может налоговую привлечь. Главный заходит в бар и говорит, всем пиво за счёт заведения. Так это баян прошлогодний. Нет, а тема ещё долго баяном не будет. Как и ожидалось, коронавирус стал более активным после выборов, поэтому объявляем нерабочие дни с типа сохранением зарплаты. Никто никогда не вернётся в 2007 год, зато в 2020 не проблема. Ведём типа временный локдаун и позакрываем кинотеатры с музеями да ресторанами. Как так-то? Я специально привился, чтобы меня пускали во все эти места. Зато никакой дискриминации по отношению к непривитым уровням или в правах. QR-кода не имею, зато есть справка о медотводе. Где логика вообще? Коронавирусу типа не пофигу на твои противопоказания к прививке. У кого есть противопоказания, тех не трогай. Но и мероприятия, которые со мной согласованы. Повторяю, в 2020 вернуться не проблема. Помните, сколько раз продлевались карантикулы? Ого, как массово народ кинулся прививаться в преддверии карантикул. А чё делать? Судя по криминальным хроникам, липовый QR-код опасно приобретать. Дистанции и прочие меры безопасности покинули чат. Ой, да в любую поликлинику зайди, там на них давно положили. Грядёт очередная волна коронавируса, но мы справимся и обеспечим бесперебойную работу кладбища мургов. Какое правдоподобное обещание, надо было с ним на выборы идти. Не привёлся? Тогда нифига скорую вызывать, дома лежи, помирай. А потом будешь плакаться, что из контекста вырвали. Вводим комендантский час, общественный транспорт нафиг, таксовать можно только с QR-кодом. Это чё ещё за карантикулы строгого режима? Строгого потом будут в Севастополе, пока просто нельзя покидать свои пределы без QR-кода. Клёпанный год этой родной гавани. Ты, блин, серьёзно? Более чем, так и надо с подонками, которые пишут фейки о том, что проезд на метро во время локдауна подорожает в 10 раз. Так я сатирическими новостями занимаюсь, они в принципе не должны быть правдивыми. Но можем по-другому поступить, реально поднимем в 10 раз, а тебя поблагодарим за идею. Ну всё, поправки Конституции приняли, теперь официально закреплены разнополые союзы. А если бы не приняли, то чё, однополые закрепились? Всё возможно, если в Конституции не прописано. Смех смехом, а я, пожалуй, пропишу разнополые союзы в своей Конституции. Фенкри, а то что это с эпидемией? Сначала Польша, теперь ты. Напомни-ка инструкцию для мигрантов, которые переезжают к нам. Стать толерантным надо, соблюдать меморандум, дабы... Знать все рамки и табель о ранках, а ты выходишь за рамки нашей европейской толерантности. Да фуфло вся эта толерантность, мало того, что показная, так ещё и чрезмерная. Это плохо? Да плохо, задолбало всё это меньшинство, которое требует к себе уважения только за то, что оно меньшинство. У России набрался тайтов, а не толерантного тикаря? Фуфуфу, Европа такая гейропа, там одни однополые живут. Блин, да чё опять с глазами? А мы чёсом не в европейской тюрьме? Нет, вполне себе российской. А намерения у вас какие-то европейские, да и глаза все на месте? Конечно на месте, в тюрьме ведь нет вилок. Что вы, санинофистная троица, совсем полошили на толерантность? Опять ты со своей чрезмерной толерантностью, давай мы просто выйдем из твоего состава и всё. Ну а чё, Брэксит случился, давай ещё поксит, вексит и чексит. Я фамфейту, чтоб Россия потом ратовался, как мы ратовались исчезновению хифопати. Стать толерантным надо, иначе проблемы будут. Отныне до трёх лет тюрьмы всякому, кто будет что-то против тебя иметь. Самый худший пятизвёздочный? Именно. А я буду платить три тысячи евро компенсаций фахенным, которых сад на полость по службе ограничивают. Не толерантность, а какое-то соревнование, кто тронулся сильнее умом. Слыхали, чё Флорида отмочил? А это тот нарик, из-за которого массовые погромы начались. Слушай, я всё понимаю, но чё он делает в музее Холокоста? Ты такие вещи не говори, а то расистам окрестят. Так предъявы ещё за миграционную политику. И не говори, чем Евросоюз вообще думал, впуская мигрантов оттуда, где с однополыми не церемонятся. Прям два стола на максималках. Я чё думаю, может, ну его нафиг этот Евросоюз? Чё, пацаны, Варшавский договор 2.0? Не полным составом, правда, но снова здравствуй, биполярный мир. Биполярный, тогда было противостояние социализма и капитализма. А сегодня чрезмерной толерантности и здравого смысла. Ну чё, оторвёмся как следует. Оторвёмся, иди ко мне, сладенький. Охотно. Чё это тут происходит? Вечеринка, пройдёмте, голубчики. Это однополая вечеринка Брюссель-дискриминацию вздумал затевать? Не-не, ребят, карантин для всех толерантностью прикрыться не получится. Спасибо, фенкретов, но я так не укорал. Ты прямо как фор, который кричит Тиршифора. А как топился разнополый союз, и неужели все консерваторы такие лицемеры? Но, блин, как говорится, не можешь победить возглавь. К тому же, это плюсосоюза, это просто вечеринка, так что не считается. Та-та, раскасывай. Что ж, Брексита не притвитится и ладно, так что кроме нарушения карантина, ничем больше не расстроил. А Брексит случился. Случился, и что? Значит, у тебя вакансия появилась, я зря что ли однополые парады у себя устраивал? Ну та, ещё в тюрьмах твоих мои ценности чтят. Ну чё, походу минус один в Варшавском договоре 2-0. Походу, нормальная такая подстава от Венгрии. А ты часом не ходишь по таким вечеринкам? Ты чё, я ж ярый противник однополых союзов. Та-та, ну что, Венгрия тоже ярый противник, а чё на деле оказалось?